Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим вот такую запись, она похожа на целый ряд заседаний, которые сейчас проводят разные клубы, обсуждая разные, скажем так, актуальные темы. И поэтому мы взяли как заглавие, как некоторый титул и как некоторую проблему тему «Лики личности, психоисторические виражи и контексты». И вот эта тема, она интересна целым рядом аспектов, но не только потому, что вообще говоря, и похлеще термин не виражи, а, например, загогулины, говоря у нас очень известный политический деятель, используя эти термины. Но очень многие явления в современной жизни, не только последних двух недель, но и в более глубокой исторической данности, они связаны именно с тем, что проблема личности и разных ликов личности применительно и к одной, единственной, уникальной, и применительно к тому, что мы имеем дело, даже если взять просто аббревиатуры «Л», «Лики личности», а можно говорить о ловушках личности, потому что если мы будем заниматься глубоким человекознанием, человековедением, мы увидим, что вот само появление термина личности в таком историческом контексте, ну, возьмем, скажем, самую простую задачу, вот Ломоносова до наших дней, то есть 18-й, 19-й век, 20-й и вот 21-й век, то мы увидим, что роль места даже самой категории личности, не только ее разных ликов, это как бы очень сильно меняющаяся переменная, это то, когда мы по-разному соотносим категории личности и категории, например, человека, а у нас есть философская категория субъект, есть, говорим о персонах и так далее, то есть есть огромный набор слов, связанный с тем, что мы вот, продолжая серию наших встреч, говорили о том, что есть антропосфера развития, да, и вот, например, Дмитрий Николаевич Аночин, он считал, что вот, как бы мы не использовали слова, лики личности, использовали искусствоведческие термины, образы первичные, вторичные, как различает, например, психология, я имею в виду современное исследование Андрея Андреевича Гостева, вот, вторичной образности, например, есть явление Парсуны, о которой можно говорить о том, что вот есть иконопись, есть Парсуна, есть портрет, это тоже разные образы, разные ипостаси, и не всегда мы даже узнаем, мы можем идентифицировать человека с точки зрения того, какой это эпохи, сам себя он узнает, то есть самоидентификация осуществляется на этом фоне, то есть это огромный круг проблем, который очень важен, и я бы сказал, даже слишком важен, когда мы сейчас говорим, что сложно жить в эпоху перемен, когда действительно все меняется, да, а вот та, Гёте говорил, один недвижим будет он, имея в виду человека, но вот человек-то предстает сейчас чаще как личность и как лики личности, разные, интегрированные, неинтегрированные, даже когда мы говорим о норме, а не просто о каких-то фасопсихологических феноменах. И я считаю, что вот здесь, начиная сегодняшнее обсуждение, важно, по крайней мере, иметь в виду три вещи. Во-первых, это конкретная биография или лики личности конкретного человека, то есть вот это то, где мы можем заземлить философские темы и эпистемологию проблемы на совершенно конкретные исследования, при этом важно потерять и не потерять физику этих проблем, потому что на сегодня у нас, если мы с вами посмотрим, вот даже на ту схемку, которую мы сегодня вам представили, то мы видим, что у нас есть среди теорий личности, например, такие представления, которые очень близки к современной теоретической физике, да, и прям-таки, как используют математические модели и с этих позиций осуществляют свое теоретизирование, мы видим целый ряд таких философских традиций, связанных с изучением личности. Ну, здесь у нас представлен, например, Теяр де Шарден, да, но нам это важно как соединение и религиозных, и философских, и антропологических взглядов на проблему человека, он называется феномен человека, да, но мы имеем в виду и личность, и разные лики личности, в том числе и самого автора этой книги. И вот здесь несколько хотелось бы примеров, взятых из самого последнего времени. Ну, вот несколько дней назад, смотрю, в газетах появляется такой слоган «Слишком стар для суперстара». Как вы думаете, о ком это? Это о Валерии Леонтьеве. Вот 75 лет ему недавно отмечали, но у меня своя история с Валерием Леонтьевым, потому что он образование получал в Санкт-Петербурге, не очень молодом возрасте. И я знал его тех лет и его преподавателей. Оканчивал он и является гордостью кафедры, кафедра это называется режиссура массовых театральных действий, да, это знаменитая кафедра, она тогда была единственной у нас, и вот несколько поколений ее руководителей я знал, выступал, там два человека, которыми они гордятся. Вот один из них Валерий Леонтьев, да, которого мы помним в лике, например, Бруно, да, его спектакль в теперь уже памятной многим киноконцертном зале России, я вот на нем тоже присутствовал, да. Я хочу сказать о том, что что такое «Слишком стар для суперстара», но это говорит об антогенетическом разворачивании ликов личности и подходит к тому этапу, когда себе Валерий Леонтьев говорит «Стоп, вот в 70 лет я концерт организовал, провел дел, а теперь я не выступаю на публичных мероприятиях». Именно потому прав журналист или журналист придумал это. Но это такой броский лозунг, а второй человек, которого мы, эта кафедра гордится, они называют двух самых знаменитых выпускников вот этой кафедры, да, Института культуры, который намного солиднее и исторически, и по своим возможностям, чем, например, Московский Институт культуры. Когда-то он был и академией, и университетом, сейчас опять стал Институтом культуры. Но второй выдающийся ученик, выпускник этой кафедры, это Григорий Васильевич Гладков, которого я знаю и папу, и брата, и с ним работал несколько десятилетий, да, и вот два человека, которого и сейчас, если вы приедете в Санкт-Петербург, уже не Ленинград, то вам все равно среди выдающихся учеников назовут этих. Да, и эти лики сохраняются, они смотрят на студентов, которые приходят туда обучаться, делают жизнь, что называется, с Валерией Леонтьевым и Григорием Гладковым. Да, и вот в этой первой части я опять же приведу один такой пример, который мне подкинули, подкинули буквально, значит, это Анастасия Рюрикова «Саймс». Значит, через Фейсбук мы общались и с Дмитрием Саймсом, да, вот он буквально вчера на телевидении вел большую игру и обсуждал, а Вячеслава Никонова мы разбирали на одной из наших передач несколько раз, по-моему, речь шла о Ульяна Веленьине, да, вот к юбилею. Вот, так вот, мне какой пример подкинули? Семья «Саймс» в Америке живет рядом, буквально в одном городе, в 12-м году вот мы как раз в Вашингтоне виделись, и этот город, там, наверное, километров 40-60 от Вашингтона, короче, на работу ездят на машине каждый день, когда жили там. Дмитрий Саймс сейчас в основном в России, да, и они мне подкинули такую фамилию, которая, может быть, кому-то скажет, он живет прямо с ними рядом в этом небольшом городке. Это Мэнинг, да, оборотное «е» и 2 «н», да, и вот я хотел про этого человека в плане начала разговора о ликах личности сказать, потому что дата его рождения 17 декабря 87-го года, то есть это сравнительно молодой человек. Я не знаю, какая у Вас память на политические новости, поэтому я не в плане, как бы, такого анализа, а в плане просто обозначения некого кейса, который на сегодня любой студент или магистрант может раскопать сам, просто пользуясь первичной информацией. Так вот, чем он нам интересен в плане лика к личности? В том, что по рождению, значит, Брэдли Эдвард Мэнинг, да, это был человек, который поступил на службу в американскую армию, ему не было 20 лет, да, и там выложил в открытом доступе в Викиликс целый ряд секретных документов, которые, значит, были незаконно получены с точки зрения суда американского, но были достоянием мировых средств массовой информации, потому что они открыли очень многое о многом, скажем так, мягко, да. И вот история, осудили 35 лет, ему дали приговор суда 35 лет, он и там бы сидел, но он меняет свой облик, меняет сначала самоидентификацию, становится Чилси Элизабет Мэнинг, остается только одна фамилия, имена меняются, да, и сначала его Обама сокращает резко срок его пребывания, а потом незадолго до ухода из Белого дома, 17 января 2017, да, Обама помиловал его, и вот он живет, и как описывают это, значит, его соседи, Анастасия Рюрикова, значит, это элитная наша семья, это и Дмитрий Сайенс, да, он Сименс вообще-то, просто так было переписано в Америке его фамилия, и сейчас он предстает перед нами иногда в каждый вечер, иногда даже дважды в день, да, как известный политолог, который в 73-м году уехал, так вот, что они замечают, что, конечно, судьба человек через смену самоидентификации, через изменение внешнего вида, потому что на сегодня Википедия нам дает и тот, и тот портрет, и мы видим, если вот эту историю не знать, то мы видим сравнительно молодую даму на фотографии, да, и видим мужчину молодого в военной форме, да, но это один и тот же человек, вот совершенно разных ликах, разных образах, если хотите, идентифицируется по-разному, но при этом, вот как мы говорим, как бы мы не определяли личность, мы имеем в виду все-таки, что в этом, за этим стоит социальное мышление, определенный круг представлений, восприятий, самовосприятий и так далее. Вот этот пример я, во-первых, заканчивая первый пункт моего видения, должен обозначить, что вот настолько многоликая сегодня картина, когда мы не можем идентификацию или идентичность, как предпочитают англосаксонской науки, говорить в основном об этом, об этом будет в моем докладе, но вот эта важная черта, когда мы говорим об отторжении, изменении, то, что я называю гендерными играми, это все очевидно, совершенно для всех меняет, это есть проблема ликов личности на этапе, вот первого, у нас первой четверти 21 века. Во-вторых, что мне хотелось бы сказать, обращаясь к тем датам, на которых мы с вами остановились, а именно 25 марта 24 года. Ну, во-первых, этому предшествовали те события, вот перед предыдущим нашим разговором, мы говорили, оговаривали даты, но вот такого, значит, влияния личности на исторический процесс, как мы видим, с момента, когда мы собрались в этом же зале и обсуждали с вами картинку с обложки журнала «Вейконнолис». Там было 4 портрета, как вы помните, была вообще такая интересная картинка, было много выступающих, но с этого времени у нас серьезно изменилась картина именно в отношении ликов личности, во-первых, в нашей стране, потому что прошли президентские выборы, во-вторых, определились два кандидата, они оказались теми же в Соединенных Штатах, ровно те люди, но вы на их существенно ликах, потому что когда мы 4 года назад видели претендента человека, который не был президентом, я имею в виду Байдена, да, и когда мы сейчас имеем человека, который совершает второй заход, проходит все отборочные соревнования, проходит и еще предстоят много судебных заседаний по разным вопросам, это существенно разные представления, которые вот чисто психоисторические, если хотите в плане исторического, строго психологического портрета кандидатов и президентов, это достаточно разные, сложные для понимания явления. А вот теперь во втором пункте об осмыслении некоторых явлений, я как конкретные опять приведу примеры. Несколько дней назад в Доме ученых состоялось очень важное такое выступление, не буду называть фамилию, но кто надо найдет, заведующего лабораторией Академического института географии Российской Академии Ном. И разговор шел о транснациональных корпорациях, о влиянии их на современные процессы развития, но он географ, но он тесно был связан и с политологическими аспектами, и с экономикой, и с социальными аспектами. Но возникла некоторая дискуссия, вот мне потом пришлось, значит, две вещи высказать в ходе обсуждения, как человеку, который как бы с Домом ученых связывает более 30 лет. Первое, что ему было сказано, извините, но почему так происходит игра в одни ворота? Вы анализируете транснациональные корпорации и компании, роль которой 51%, вот это было таблички, такая цифра, но вы ничего не говорите о проблемах, ничего не говорите о негативном влиянии на то, что в нашей стране, во многих странах, например, восточной и не только восточной Европы, свертываются и свернулись полностью, иногда близко к нулю, целое направление промышленной деятельности, то же самое в некоторых сферах науки и так далее. Я, например, могу привести пример с самолетостроением, с производством станков и так далее. Но вот это является ли исследовательским, проблемным, потому что доказано в психологии, что мышление начинается с проблемных ситуаций. И когда вы, излагая, правда, эти люди, они и в зал приводят, в зал Дома ученых приводят в основном своих студентов и так далее, и так далее, да? Но тогда, извините, у меня вопрос. Вы студента остановили, когда он попытался фотографировать один из ваших слайдов, да? Значит, во-первых, я как человек, 33 года состоящий членом Дома ученых, не вспомню таких эпизодов, потому что если говорить о серьезном подходе, то вы тогда бы не показывали этот слайд один, если вы говорите, он не опубликован. То есть вот как специалист по авторским правам и патентоведению, я 10 лет в этой сфере поработал, замдиректора института, да? Я могу сказать, что, ну, не надо его показывать, этот слайд, потому что никто вас не заставляет именно такие картинки, если они вам ценные, вы не опубликовали. Действительно, вы формально правы, потому что автор, предъявляющий некоторую информацию, может ограничивать ее восприятие и пользование и так далее. Но, конечно, это противоречит вот той атмосфере, которая есть. И, во-вторых, это тоже проблематизирует для студентов восприятие самого учреждения. Дома ученых, как, с моей точки зрения, уникального учреждения, которых практика в мире, а у нас это во многих наукоградах, да, не только в Петербурге. И это и Троицк, это и Дубна, и многие-многие города. И вот эти студенты, которые составляют значительную часть вашей аудитории, да, уж не будем говорить, почему студенты, потому что, наверное, ученые-то не очень приходят, потому что они привыкли слушать все-таки проблемные выступления, где серьезно обсуждаются серьезные проблемы, да. И это проблема тех процессов, которые идут в науке с 13-го года. И хочу привести второй пример, который вот некоторые из здесь присутствующих, они тоже были на этом заседании. Оно проходило в Академическом институте системного анализа, значит, Ленинский проспект, улица 60-летия Октября, и там обсуждались проблемы, вот восприятие будущего. По модераторам выступал Александр Иванович Адеев, значит, выступал Сергей Борисович Переследин, на его команду из пяти человек, да, но какая модель в основе предложена, да, значит, предложена, вот я бы сказал, некий лик, конкретно один из терминов, которым предложено понимание, развернуто, целая система обсуждения вокруг этого термина, да, который введен, введен. Посмотрите, это на сегодня уже собирает много просмотров. Но не является ли вот это определенной ловушкой, тоже ЛЛ, да, ловушка личности? Потому что яркий человек, имеющий огромное количество просмотров в интернете, предлагает некоторую концепцию, которая носит откровенно такой футуро-логический характер, в том смысле, что, да, она обращена в будущее, но только она не выходит из той практики и аналитики настоящего, а просто ориентирована на будущее, пытается методологически, да, говорить с будущим, с позицией вот тех групп. А самое яркое, конечно, это тот социальный субъект, который Сергей Борисович сумел создать за многие годы, и здесь ему можно только позавидовать. Это яркая, интересная беседа интересных людей, людей, которые и писательством занимаются, и наукой, и экспертной деятельностью. Но вот в этом втором пункте я хотел сказать вот о чем. Что очень важно нам исследовательская мотивация любого человека, который рассматривает проблему, ориентируясь на научный подход к этому. Вот это проблемное мышление, которое нам нужно. И для того-то я сегодня и формулирую лики, личности, виражи, чтобы именно подчеркнуть, что вот без виражей в этой теме очень трудно обойтись, а вот контексты – это только то, что задает каждый из нас. И если даже попытаться, например, переследенно, пересказать и попросить, провести такой маленький эксперимент, для людей с высшим образованием, с хорошим образованием, кандидатскими степнями, перескажите, пожалуйста, о чем был доклад Сергея Борисовича Переследина. И вот посмотри, какие лики этого доклада и самого Сергея Борисовича, как, безусловно, яркой личности на небосклоне современных исследователей будущего, это будет выглядеть. И вот в контексте некоторой истории, традиции, вот той академии, которую Александр Иванович Агеев возглавляет, осознавал ее Игорь Васильевич без того же плата. И от него это перешло. Я Игоря Васильевича хорошо знал, общался, он как историк, конечно, имеет существенно другой как бы бэкграунд по сравнению с Александром Ивановичем Агеевым, но, может быть, в чем-то ближе к Сергею Борисовичу, хотя тот физик по образованию, но он историю очень хорошо знает, и он как бы футуролог, писатель и так далее. То есть здесь и традиции, и вот традиция тоже многолика, она всегда реализуется в ликах даже руководителя проектных организаций или Академии исследований будущего, будь она международная и будь она в каком-то ином варианте. И, наконец, третье, что нужно сказать, это разговор о некотором пространстве-время вот этого вика личности. Потому что, когда вот я сегодня представил вот эту картинку, мы с вами взяли и, казалось бы, вот если просто по времени издания, то это все работы конца 90-х годов или нашего века. Вот будет другая картинка, где будет другая историческая глубина, но когда мы говорим, например, о теориях личности, то они, конечно, уходят в более глубокие времена, да, но везде и всегда приходится иметь в виду, когда мы говорим о ликах личности, то это все-таки здесь и сейчас конкретное время и пространство. Причем вот психологические исследования, в частности и мои, говорят, что для людей, для человека, человека-ведения, аспект времени является важнейшим. Мы говорим пространство-время, а вот реально надо говорить время-пространство, потому что и онтогенез, и филогенез, он прежде всего связан со временем, но связан и с пространством. И не только у Дмитрия Саймса, когда он переезжал из России, из СССР, переезжал в Соединенные Штаты, а теперь практически живет в современной Российской Федерации, но пространство по-разному присутствует. В том числе многие лики человека, они остаются в тех временных рамках, в которых, например, человек уходит из жизни, и мы, вспоминая его, вспоминаем то время, и когда историки говорят о том, что не надо из современности оценивать исторических деятелей. Это вот про это, и это очень важно, без этого невозможно не иметь правильного позиционирования нашей коллективной деятельности, поэтому я, вот, заканчивая введение, передавая слово Олегу Владимировичу, должен сказать, что очень важно вот этот вот абрис проблем. Сейчас предпочитают говорить о дорожных картах, да, но я должен сказать, что я не в восторге, если мы, как бы, говорим с вами о планировании, разных системах планирования, то дорожная карта – это ближе к абрису, да, если просто брать об этом понятие. Но я за то, чтобы мы четко в этой огромной теме ликоп-личности четко себя позиционировали, четко понимали то, как развивается исторический процесс, и только тогда мы сможем достаточно убедительно, да, или во всяком случае не создавая вот этих ловушек личности, да, выстраивать некую третью систему ЛЛ, а именно лабораторий, институтов, семинаров, посвященных проблеме ликов личности, да, и личности в целом, как одной из ипостаси человека, да. В плане, конечно, ориентации на фундаментальное человекознание и человека видения. Значит, я, чтобы представить Олега Владимировича, он несколько раз уже здесь выступал, должен сказать, что вот уникальность здесь в том, как мы с ним договаривались, да, что это и вопрос идентификации и мотивации, но это сквозь призму его опыта, да, вот с тем позиционированием, о котором я только что сказал. Вам слово. Спасибо. Ну, начнем с проблемного подхода, то есть для чего мы эту тему вообще поднимаем. Для того, чтобы прочесть лекцию по теориям личности, а для того, чтобы решить насущные общественные проблемы, связанные и с развитием науки, и отечественной психологией, и с развитием практики, то есть в том числе психотерапии, и решением, значит, общественных, социально-психологических проблем. Но здесь, мне кажется, продуктивно рассмотреть междисциплинарный применительный подход, который дает нам много методологии, то есть на стыке наук, философии, психологии, антропологии, хотя он требует больших знаний, но он наиболее продуктивен в плане ответа на вызовы времени. Например, вызов современной общественной сознания это деградация, так скажем, науки, отечественной, на мой взгляд, гуманитарной в целом, и психологии в частности. То есть она, на наш взгляд, стала более, так скажем, узкой, направленной, и зависит от грантов, и от конкретного, так скажем, финансирования. То есть нехватка фундаментальных исследований, финансирования фундаментальной науки, а уход в экспериментальный функционализм. И поэтому ответить на вызовы времени помогает междисциплинарный подход, философский подход, антропологический, в совокупности с психологическими школами. Ну, например, еще второй вызов, это, так скажем, невротизация сознания, поведения, то есть общественное сознание демонстрирует, так скажем, отсутствие целостности, личности, то есть болезнь, болезнь нашего века, это невротическая личность, описанная в Каренхорне, ну, началось это в 20 веке, а сейчас это продолжается. То есть здоровая личность, это достижение здорового личности, это наша цель, и задача, как вернуться в гармоничное состояние, да, то есть личность, как гармоничная, развитая структура целостная, да, еще берем древнегреческую философию, да, цель воспитания, это гармонично развитая личность, или человека, в котором все элементы, структуры развиты более-менее одинаково, гармонично, и душа, и тело, и сознание, и мотивы, и потребности, и эмоции, вот эти структуры, элементы личности, да, ну, но опять же, в чем ядро личности, если брать философские теории, то личность, это точка зрения христианская, например, философия, которая ворвалась в нашу, как бы, с постсоветским пространством, в нашу науку, это творческая личность, но откуда у нее творческие потребности, христианская философия объясняет, что раз Бог творец, значит и человека, творческие потребности являются присущи природой, да, да, метеористический подход объясняет творческую натуру человека не божественным происхождением, а внутренним, да, то есть, в том числе, ответом на изменяющиеся условия жизни человек выжил, благодаря тому, что он способен меняться, адаптироваться, да, то есть, продукт адаптации, да, к суровым условиям жизни, в том числе, похолодание, там, и так далее, то есть, те животные, которые вымерли, почему вымерли, потому что не смогли приспособиться, то есть, измениться, а человек очень динамичное существо, творческое, и обладающее сознанием, то есть, тем, чем животное не обладает, свойство абстрактно мыслить, то есть, сознание, это одно из определений, например, марксистка, это объективная реальность, данное нам ощущение, или, допустим, способность проектировать, планировать свои действия, а потом же действовать, то есть, мы одновременно и животное, и человек, да, такие структуры, от животного у нас есть инстинкты, а от человека, или от божественного, значит, существа, у нас есть сверхприродные, да, а что сверхприродное, это идеалы, у животного нету идеала, а у человека есть, а что такое дело, это некий образ, идеальный образ будущего, то есть, человека надо рассматривать не только в статике, но и в динамике, здесь мы подходим к теории гуманистической психологии, или философии бытия, философии жизни, Беркану, например, то есть, надо рассматривать человека не только в настоящем, но и смотреть в прошлом, то есть, его опыт исторический, да, и смотреть, кем он хочет стать в будущем, то есть, наши идеалы, это, кем мы станем через несколько лет, когда достигнем зрелости, или пика самоактуализации, и здесь мы выходим на теорию гуманистическую, самоактуализированную личность, кто такая самоактуализированная, это кто достиг пика творческих возможностей, то есть, превратил свою мечту, идеал, в реальность, ну, насколько это возможно, то есть, свои детские мечты, сделал профессиональной деятельностью, то есть, и удалось совместить желаемое и возможное, то есть, свои мечты воплотить в профессию, но это удается не всем, от одного до четырех процентов, масло, пирамиды потребностей психолога известного, а вот антропологический подход тоже, если применить теорию личности, что такое человек, это вот, есть две антропологии, биологическая и социальная, или культурная антропология, биологическая, это развитие человека, как же, биологического вида, от обезьяны до современного, до хомо сапиенс, а социальная, или культурная антропология описывает человека, как развитие культурного, то есть, уже хомо сапиенс, как дальше он развивался, развертывался, отвечая на вызовы и природные, и экономические. То есть личность – это продукт общества. А общество, с точки зрения марксистского подхода, это продукт отношений, общественных, экономических отношений. То есть если суммировать, попытаться, хотя это очень сложная задача, человек, с одной стороны, и личность – это психодинамическая структура, то есть внутренние мои особенности, характеристики, направленности, а с другой стороны – социодинамические характеристики – это сумма общественного, да, общественный идеал, то есть я как личность – продукт общественного идеала. То есть советский человек – это, допустим, продукт идеологии советской, продукт воспитания. Но одновременно это не отменяет мои индивидуальные особенности, темперамент, эмоциональный уровень, доминантность, ведущая деятельность. И также один из типов, ну, то есть типология личности, да. Дальше, как еще рассматривать можно личность? Это как здоровый человек, да, то есть в сравнении с нездоровый, то есть это целостность, сохранение некого ядра, мотивационно и моральная составляющая, то есть некий набор «я», «оно» и «сверх-я», вот, допустим, по Фрейду, по психоанализу. «Я» – это представление мое о себе, оно – это инстинктивные, врожденные структуры личности, да, потребности, там, размножения, поиски пищи и доминантности, связанные с сексуальностью, с агрессивностью, а «сверх-я» – это вся сфера морали, идеалов и норм социальных, правовых, юридических. И вот эта структура личности, она ворвалась к нам с западной психологии, которая, в общем-то, критиковалась в советской психологии, но недостаточно глубоко изучалась. То есть здесь важно обобщить опыт и отечественной, философской мысли, и отечественной психологии, и западной философии, и западной психологии. А также не надо сбрасывать со счетов и, так скажем, русско-религиозную философию, которая представлена не только Бердяевым, у которого главный объект изучения была свобода духа и свободная личность, а также и русских классиков – Толстой, Достоевский, Чехов, которые и являются русскими философами, в общем-то. То есть русскую философию надо искать не только в ученых трудах, но и в классической литературе. И здесь без христианского идеала, без христианской философии православной не обойтись, чтобы понять вообще структуру ценностно-мотивационной русского человека, русского общества нужно применять и инструментарии, и понятия, и психологические, научные, и богословские, и философские. Потому что действительно инструменты, если мы овладеем этими понятиями инструменты, мы вскроем все богатство, так скажем, наших и философов, и писателей. Ну, например, возьмем Бердяева и философию свободного духа. То есть здесь ключевое понятие – человек как свободное мыслящее, но в рамках христианской философии. То есть с точки зрения Бердяева, Христос нам дал некие моральные ориентиры, рамки, но внутри этого мы свободно и творчески преобразуем мир. А вот попытки расширить православную философию, они предпринимались русской интеллигенцией Серебряного века, и не только Бердяевым, но и Толстым, и Чеховым, и Гоголем, и многими другими мыслителями. То есть собирались философско-историческое общество, где и священники, и философы, и писатели обменивались, так скажем, идеями и опытами. Но потом это прикрыли как богоискательство, то есть сказали, что марксизм – наша платформа, материалистическая диалектика, истмат, диамат и всякое понятие божество и, значит, нельзя упоминать. Но все равно осталось некое понятие идеала. Просто если мы возьмем работы Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», там мы найдем синтез и христианства, и коммунистических идеологий. То есть, действительно, некие ценности, которые объединяют и коммунистическую идеологию, и христианскую философию – это коллективные, коллективистские приоритеты, и, так скажем, индивидуализм, персонализм – это свойственно западного мышления, а вот философия всеобщего блага – это уже наш русский космизм. А здесь еще одна школа, не только свободный дух, но и философия всеобщего дела, то есть, что объединяет все человечество – это очень продуктивно. Федоров развивал наш философ, то есть, здесь, что примеряет все человечество – это некий универсальный, человек как вида, то есть, здесь очень важно изучить этот опыт русского космизма, и Вернацкий об этом писал, и Федоров. Дальше, что еще интересно рассмотреть продуктивно, вызовы нашего времени – это преодоление невротизации и невротической личности нашего времени, которую я описал о Корне, невротизация и базовая тревожность – вот это проблемы нашего времени. От чего очень часто у людей возникает тревожное состояние? – это от неопределенности завтрашнего дня, неуверенности завтрашнего дня, то есть отсутствие образа будущего. А как раз традиционная культура, связанная с религиозным сознанием, она всегда давала некий образ будущего, причем общий для больших социальных структур. Сейчас мы лишены, многие из нас лишены вот этого образа будущего, отсюда ситуация тревоги, неопределенности и обращение, так скажем, кто к религии, а кто к транквилизаторам, то есть на медицинском уровне снятие тревожности. Но более, так скажем, гуманно, мягкими методами возвращать человека к гармоничному состоянию, здоровому, не транквилизаторами, а научить человека самому добывать образ будущего с помощью в том числе и прогнозирования, то есть научных методов прогнозирования. И здесь берем социологические методы. Без той же платы, в частности, развивал футурологию, как в рамках научного прогнозирования. То есть он собирал большие социологические данные, пытался выявить тенденции развития. Но это только мониторинг. А вот еще надо менять мир, формировать его, а не только исследовать. А как это делать? Это надо не только наука, но и воспитание. То есть без идеологии, без воспитания не сформируешь здоровую личность будущего, здоровое общество. Без тревоги, без панических атак. А что дает, так скажем, образ будущего? Это идеалы. То есть, опять же, потребность в идеалах и в идеологии. А что такое идеология? Это комплекс идей и ценностей, и смыслов. То есть, опять же, философия помогает психологии, а психология помогает философии. Философия дает смыслы, смыслы образы, а психология дает инструментарий достижения вот этого гармоничного состояния личности, и в стремлении к освоению, интериализации этих смыслов. Ну и дальше, философия Сократа, в чем смысл жизни? Он видел поиск их истины. То есть, человек, как творческий активный субъект деятельности, должен не удовлетворяться теми смыслами, которые навязывает нам реклама, которая очень агрессивно воздействует в рамках капитализма и формирует личность потребительскую. а значит, пассивную. То есть, смысл жизни в рамках позднего капитализма – это попробовать все, что предлагает рынок. А вот творческая, гуманистическая и христианская личность, она не удовлетворяется потребительством, а учит и призывает и формирует личность активную, творческую, созидающую. И здесь, на мой взгляд, выход из тупика – это и решает проблему психотерапии, то есть, дает смысл людям и дает ориентиры, и дает идеалы. И, обращаясь к истории философии, мы находим множество в море богатства идеалов, богатства ориентиров. Например, стоицизм дает нам представление о смысле жизни, как долг перед обществом, перед семьей, перед государством, страной, перед народом. Если долг выполнен, то можно радоваться и развлекаться. Пока ты не отдал долг, не послужил обществу пафос служения, ты не имеешь права отдыхать, развлекаться и радоваться. Вот это пафос служения, мне кажется, надо вернуть в нашу смысложизненный, идеологический такой конструкцию. Потому что мы слишком увлеклись потребительством. Служение, творчество – это очень обогащает, обогатит наши перспективы, нашу педагогику, наше воспитание, нашу идеологию. А без идеологии невозможно. Это, мне кажется, обман, лакарство, что мы можем жить без идеологии. Это значит, что мы спускаемся на животный уровень. Стимул – реакция, нас стимулирует реклама, мы реагируем. Но это унижает человека, его достоинства, не заводя ниже к животному уровню. Конечно, мы не превращаемся в животное, но все-таки культура снижается, это общая культура, и человек становится объектом манипуляции. И он теряет творческое начало свое. То есть в этом, мне видится очень важный выход из тупика и решение многих социальных проблем. То же самое – мотивация к учебе, мотивация к труду. Как ее поддерживать, формировать, опять же, через раскрытие природы человека, предназначение человека и личности. Личность не рождается, а личность установится. Личность – продукт деятельности, если мы не будем. А деятельность – это созидательный творческий труд, надо понимать. Не просто бессмысленная деятельность, как Сизифов труд, написанная Эльбером Камю, это как наказание воспринимается человеком. Боги наказали, Сизифов закатывает камень, а то срывается, а то и закатывает. То есть это самое тяжелое наказание, которое можно применить. То есть всякая деятельность должна быть осмысленна, но не только на личностном уровне, но и на общественном. То есть чтобы это было нужно мне и обществу, тогда это еще больше обогащает смысл нашей деятельности. Дальше, в динамике личность, то есть духовное развитие личности, оно бесконечно, а материальное – ограничено. То есть сколько может съесть человек котлет? Ну, две, три, пять. Дальше он уже не сможет. А когда есть ли предел развития человека? Когда закончится образование, обучение? Мы пришли к пониманию того, что это бесконечный процесс – это испознание, образование, исследование. И в этом открываются огромные горизонты для развития и общества, и личности, и науки на всех уровнях. Индивидуально, на уровне малых групп, семья и друзья, на уровне больших социальных групп – это нации, народ, государства. То есть здесь и социология дает нам структуру общества, как картину мира, в котором мы живем. То есть здесь важно давать студентам междисциплинарный подход, социологические школы, психологические и философские. Но и как вершина – это, на мой взгляд, история науки и философии, предмет, который поддается аспирантам. То есть как развивалась наука за всю историю человечества. То есть набор основных теорий научных, описывающих и естественный мир, биологические теории, астрономические, физические, химические, но и социальный, общественный уровень нашего мира. То есть здесь проблема опять же встает от того, как человек и машины, человек и искусственный интеллект. Еще один вызов – станем ли мы и дальше передавать, делегировать свою работу, творческую, искусственную интеллекту, перепоручать, чтобы он за нас делал работу, решал задачи. Или все-таки машина – это один из инструментов, и она не дает нам цели и ориентиры, и она всегда остается инструментом, и остается неживым как бы существом. Здесь важно поднимать, что есть живое и неживое. Неживое – это животное человека, у человека всегда есть целеполагание, всегда есть эмоции, всегда есть вера – надежда, вера, любовь и другие чувства и эмоции, которых у машины никогда не будет, какая бы она совершенно ни была. То есть надо понимать, разделять вот эти понятия. А иногда студенты путаются, что есть интеллект, естественный, что есть искусственный, они не видят разницы в этом. Здесь важно проследить историю науки. А в истории науки компьютер назывался ЭВМ – электронно-вычислительная машина. То есть просто машина, ускоряющая процесс вычисления для, например, подсчета траектории полета ракеты, снаряда, чтобы попасть точно в цель. И все, больше ничего ЭВМ и не нужно было – арифмометр, подсчеты математические, бухгалтерские ускоряющие. То есть машина мертва, пока мы не дали ей задания, пока не загрузили банк данных, она не работает. А мозг человека, он и психика, она никогда не засыпает, даже ночью мозг продолжает совершать работу и творческую работу по получению информации извне переработки и выдаем продуктов. То есть мышление – это процесс и развитие психики как центральной нервной деятельности. А главный орган центральной нервной деятельности – это мозг. И здесь важно не забывать материалистическое описание центральной и высшей нервной деятельности, но это, на мой взгляд, не отменяет полезности и религиозной философии, которая задает некие моральные идеалы и ориентиры. Но мозг работает, можно его дополнять с инструментами, но цель для чего все это? Без философии, в том числе религиозной, мы не найдем ответа на этот вопрос, потому что, если взять историю философии, там полно объективного идеализма. Даже Платон верил в Бога, даже Иван Петрович Павел верил в Бога и ходил в церковь. Но это не мешало ему заниматься наукой и развивать целую школу бихеваризма. Стимул – реакция, без стимула не будет реакции, не будет формирования личности. Для него христианский идеал нужен был, но при этом он разводил сферы деятельности – научные и религиозные. Для смысла жизни ему нужна была религия и для понимания бессмертия души. Человеку очень трудно смириться с мыслью, что он умирает целиком и тело, и душа. Тогда он создает некий образ жизни души отдельно от тела, и вот эта мощная психотерапевтическая функция его поддерживает. Он не впадает в панические состояния, тревожные состояния. И вот эти циклические формы жизни, сознания, они очень полезны для решения проблем невротической личности. То есть, когда ребенок в детстве видит повторяющиеся, устойчивые формы жизни и сознания, он успокаивается, и он формируется как здоровый личный. А когда он видит, что все хаотично, все нестабильно, то папа есть, то семья распалась, отца нету, и он недополучает любви, внимание, он вырастает с базовой тревожностью. Ну и также и взрослые люди, если им говорить, что мир хаотичен, и циклизма нету, все разбалансировано, и неизвестно, так скажем, что мы движемся, так скажем, линейно к концу света, это тоже создает базовую тревожность. Здесь очень важно показать три модели. Спиралевидное развитие человеческого как вида, повторяется, есть циклизм, но она в витке наустро-технического прогресса, то есть есть неизменяемые конструкты потребностей, идеалы, они устойчивые, они вечно неизменяемые. Мораль, сфиксированная христианской философией, не убей, не укради, не прелюбодействуй, это вечное, они универсальны, это дает нам ощущение стабильности. А есть технологический уровень культуры, это способы производства, технологии научные, они совершенствуются на каждом витке цивилизации, то есть цивилизация – это сумма технологий, то есть Фома Аквинский написал книгу «Сумма теологий», а Станислав Ежелем написал «Сумма технологий», и цивилизация – это сумма технологий производственных, а вот все-таки мораль, литературность и даже ориентиры для искусства, для творчества в литературе и в искусстве – это все-таки идеалы, в том числе и эстетические идеалы, то есть мы живем не только для материального производства, но и реализуем некие идеалы красоты и прекрасного, преобразуем мир в соответствии с законами красоты и прекрасного. А если мы перестанем преобразовывать мир по законам красоты, мы разрушим сами себя и свою здоровую структуру. То есть разбалансировка идет культуры и личности в целом, и мы уже получаем дисгармоничную личность, нейротизированную, поэтому эстетика, этика, экономика все вместе дает нам некую целостную структуру, гармоничную, то есть какие-то марксистские теории, личность – это продукт общественного развития и продукт развития производительных сил. Это очень полезная теория, но она не все объясняет. Например, если ее дополнить юнговскими теориями к архетипу Матери-Земли, архетип Бога Отца, то это расширяет картину мира и объясняет то, что не объясняет марксизм. Или особенность национальной психологии – тоже марксизм не мог объяснить, почему русский человек так сильно отличает от немцев, и в чем особенность русского духа, русской психологии, и в это провела недооценка национальных особенностей, национальных отношений, привела к односторонности понимания развития нашего общества. Мы увлеклись вот этим вульгальным материализмом. Хотя диалектика, она и марксистская, и гигиевская, и христианская, она очень много нам может дать. То есть личность – это не продукт одной причины, это сумма причин, сумма движущих сил. Это все богатство потребностей – и эстетических, и материальных, и эмоциональных, и мотивационных. Вообще еще продуктивно рассмотреть теорию мотивации. Здесь есть мотивы сиюминутные, в стремении к удовольствием, здесь и сейчас, и мотивы стратегические, отсроченные, потенциальные, актуальные потенциальные. Здесь важно руководствовать теми и другими. То есть получать радость и удовольствие от самого процесса, и делать какие-то не очень приятные вещи, но зато получая радость от результата деятельности. То есть, допустим, чтобы стать ученым, образованным, надо трудиться, делать над собой усилия, но зато мы получим в будущем, мы будем пожинать плоды очень приятные. То есть вот это очень важно – изучать все теории – философские, психологические, и отечественные, и зарубежные. И мы, я считаю, живем в уникальное время, когда нам доступны, для наших молодых ученых, доступны весь арсенал, так скажем, мировой науки, и даже инструментарий. Интернет дал нам быстроту получения информации, но зато сама мотивация познавательной и научной деятельности она резко упала, просела. То есть здесь вот то, чем мы были сильны в советское время – это устойчивый интерес к творческой научной и познавательной деятельности, преобразованию мира, вскрытию стаев мира. А сейчас у молодежи преобладает ощущение, что все тайны открыты, все научные тайны описаны, все выложено в интернете, поэтому у них преобладает представление, что не нужно перегружать голову знаниями, и невозможно ничего открыть новое, поэтому достаточно просто кликать мышкой и доставать уже готовую информацию, а ничего добавить к ней невозможно и не стоит даже пытаться. То есть вот это вот потребительское отношение к науке, к информации, к образованию, оно, к сожалению, уменьшает потенциал культурно-научно-образовательное и производственное. Ну, я заканчиваю на этом, да, передаю слово. И Сергею Валюбовичу. Спасибо вам. Я хотел только вот что добавить. У меня, вроде бы, мы с вами много знакомы, да, но я тут стал копаться в библиографиях и нашел вашу книжку, где вы, как с авто, значит, книжка, значит, с двумя вашими коллегами, муж и жена, как я понимаю, а тема исследования ровно та, какая была у Галины Васильевны Старовой когда-то. Вспоминайте? Это этнопроцессы в больших городах, да, вот с точки зрения такой этнополитологии, психологии, социокультурного развития, да. Вот я хотел, чтобы вы несколько слов, вот буквально передавая мне эстафету, сказали об этой книжке, потому что она вот свежая, только что вышла. Да, пожалуйста, я расскажу с удовольствием. Это мой коллега и друг Дмитрий Смыслов и его жена. Мы с ними написали, но я там только один параграф включу. Она чуть не два раза, по-моему, уже выходила. Да, переиздание вышло. Там рассмотрение основных этнических групп, присутствующих в мегаполисе, вот в нашей действительности, в Москве, в Петербурге, в больших городах. Действительно, этнопсихология – это то, что мы были лишены в значительной мере в советский период науки, было засекречено, и спецслужбы этим занимались. Этнические особенности… И вот конкретно Галина Старовойтова имела доступ через ИМИОН, через некоторые каналы, да. Сейчас мы знаем, что Галине Васильевне и улицы, и площади в Санкт-Петербурге названы ее именем, но фигура очень противоречивая в таком психоисторическом мире. Да, ну, она пошла в политику, может быть, это была ошибка. Здесь интересно, что я добавил там исламскую психологию, и религиозную психологию, попытался обобщить основные конструкты, мотивационно-ценностные ориентации, на которые ориентированы люди, исповедующие ислам, в том числе у нас в больших городах их много, и становится все больше и больше, учитывая рождаемость Средней Азии. И мы должны ответить на вызов, как выстроить мирное сосуществование с этими людьми, которые сильно от нас отличаются, да, что у них в голове, какая мораль, какие устремления, и я здесь описываю тоже, что нас объединяет, да, вот абрамические религии, христианство, ислам, их довольно много объединяет, да, но если это правильно понимать и подготовленная личность, то есть если очень базовое какое-то теологическое образование, философское или религиозное, неважно, то человек социализирован, законопослушный, он не нарушает заповеди исламских, они же и христианские, не убей, не укради, не прелеподействуй, и так далее, а если мы столкнулись с искаженным пониманием ислама под названием исламизм, то есть это агрессивно-террористическая идеология, которая прикрывается исламом, религией, но решается глубоко узкие поэтические задачи, и вот моя задача это преподавать, рассказывать людям, что исламизм и ислам это совершенно разные вещи, так же как в христианской парадигме не может быть экстремизмом, терроризмом, так же как в исламской, правильно понимаемой исламской культуре отсутствует в планете достижения рая путем убийства неверных, то есть вот это очень важно для решения практических задач, построения мира и согласия и избегания вот этого скатывания в гражданскую войну, то есть решение межнациональных конфликтов, оно без вскрытия религиозных мотивов, сознания религиозного мы не решим, то есть только методами психологии, то есть на стыке психологии и религиоведения мы сможем решить многие проблемы, в том числе и воспитательного характера, какую личность мы хотим воспитать без базового религиоведения, грамотность юридической, грамотность психологической, это необходимость, иначе мы можем потерять молодежь, которая может попадать в сети экстремистских организаций. Спасибо. Спасибо вам. Я несколько слов хотел, продолжая, сказать вот об этой картинке, а потом мы ее смеем, да, значит, чтобы если ружье висит, оно должно стрелять, да, я не про все тут сказал, а мне очень хочется, чтобы сегодня, раскрывая тему лики личности, да, мы с вами увидели, вот почти в центре, та книжка по теориям личности, которая имеет у нас много переизданий, и самое, может быть, интересное, что там нет никаких отечественных теорий. И вот когда у нас Олег Владимирович сказал, что действительно нам стала доступна литература, пришедшая с запада, ну, я бы так сказал, что здесь и восточных теорий личности практически нет, здесь в основном только западная наука, да, в значительной степени вот такая англоязычная в большей степени, в меньшей степени немецкая и французскоязычная, да, испаноязычная. Почему? Потому что психоисторически у нас в России так было, у нас ведь, вот я переключаюсь к нашим книжкам, да, которые здесь в какой-то степени мной выложены, конечно, надо много, но этот калаш не позволяет нам из обложек все положить, да, у нас одна из первых книжек была Блюма Вульфовна Зейгарни, основы, краткая такая теория личности, я напомню, что Блюма Вульфовна, она была ученицей Курта Левина, и очень люди удивлялись, когда вот я застал ее уже в очень таком зрелом возрасте, все думали, что ее публикации тридцатых годов, это другой человек, это не та дама, которая еще была жива там в восемьдесят шестом году и так далее, когда я ее фотографировал и с ней встречался в кругу там Ильконина, Леонтьева, уже не было Алексея Николаевича, но много с кем можно было еще успеть встретиться. И вот здесь очень важно несколько книжек, которые вот так подобраны, ну совсем другая эпоха Тайяр де Шарден, но важно, у нас были выложены варианты, связанные с антропосферой и ноосферой. Вот Тайяр де Шарден, это и Леруа вместе, это и Вернацкий, это очень важная сфера вот для того, когда я переключусь к современным подходам и как бы покажу, где лежат фронтиры и водоразделы между разными типами представлений о ликах личности и личности и человеке. Но вот здесь несколько важных книг, на которых тоже хотелось сориентировать наших зрителей и читателей и обсуждателей темы лики личности. Ну вот, например, Аурелио Пичи и человеческие качества. Это книжка как бы одного из отцов-основателей Римского клуба, который как бы говорил, казалось бы, о ограниченности ресурсов на земле, вот с такой перспективной плане, но жил и думал. И вот эту книжку, кто почитает, увидит другой лик Аурелио Пичей, потому что у него довольно сильно вот та как раз гуманистическая линия, о которой Олег Владимирович сейчас говорил, потому что он считал, если вот так коротко сказать об этой книге, что все-таки упирается не только в пределы роста, но и в качество человека. Причем вот здесь в определенном смысле, в разных языках переводя, мы попадаем часто в ловушки личности. Потому что у нас, мы помним, в пушкинскую эпоху люди говорили, я имею в виду интеллигенцию, дворянство и так далее, на французском языке. И вот это было интересно, потому что даже Пушкин, например, выучивал русские слова от няни позднее, чем многие слова по-французски. Но вот за этой эпохой в нашей культуре, и это нам важно для разговора, другой лик последовал, немецкий, да, немецкий. Но он сложно, как бы нельзя сказать, что только так. Потому что, например, для Ломоносова там латынь, старославянские и так далее, и немецкие, поскольку его направляли именно в Германию, трех, так сказать, лучших студентов. Поэтому языки чередовались. Но вот такого в одну не ворота английского, да, еще особенно в американском варианте, у нас не было до начала века. Все это я говорю про лики личности. Почему? Потому что здесь почти по центру Александр Романович Лурия с его замечательной книжкой «Этапы пройденного пути». Вот эта книжка важна, потому что выдающийся исследователь рефлексирует свой творческий пункт. А поскольку он создатель целого ряда психологических дисциплин и один из самых известных вообще на Западе отечественных психологов, причем потомственных, потому что его папа был известной фигурой в нашей психиатрине. Но вот хотел я особенно сосредоточить ваше внимание на Анатолия Александровича Смирнове и вот той книжке, которую сделал Институт психологии. Да, это старый наш институт психологии, который когда-то входил в состав университета, который был построен. И вот Смирнов Анатолий Александрович, он 30 лет, почти 30 лет, там работал с приходами и уходами, а 30 лет директорствовал. И вот когда я открою следующий слайд и буду говорить о истории и психоистории нашей, то вот как раз нам понадобится вот эта книжка, где Смирнов дан в очень интересном таком изложении. Вот несмотря на то, что его имя некоторые современные, имеющие высшее психологическое образование у нас выпускники, просто не знают этого имени. С этим мы столкнулись, когда с группой истории психологического института РАО так называется вот здесь и сейчас этот институт, потому что возник другое, о чем я буду дальше говорить. Так вот, многие даже не знают этого человека, а он, значит, мы не так давно, в 21 году, отмечали его 125-летие. И это я говорю к тому, чтобы показать, что есть очень большой водораздел или, если хотите, поколенческая вот такая линия, которая отличает, например, Рубинштейна, Выгодского, Смирнова и Теплова, людей, родившихся и получивших образование в Царской России. Вот те из них, кто закончили свое обучение в Царской России, не только потому, что они, как правило, ну вот Смирнов, например, закончил гимназию, который родился в городе Рузи, в Подмосковной, да, в такой семье присяжного поверенного и закончил гимназию в Варшаве с золотой медалью. И Теплов, значит, практически его ровесник, это вот три самых тесных друга. Иногда у нас вот этот дружеский аспект, когда мы говорим о личности, не очень учитывают. И говорят, что вот, например, Лурия и Леонтьев, я имею в виду самого старшего Леонтьева, да, вот они тесно взаимодействовали в Московском университете и так далее, но при этом, как бы, отсутствует третий человек в этой, как бы, группе, потому что самые большие друзья были Анатолий Смирнов, Александр Романович Лурия, да, который был их моложе, он почти по возрасту равен Леонтьеву, да, он просто за счет того, что у него был папа психолог, психиатр, да, вот он как бы попал в группу более старших, да, чем он на самом деле был, да, хотя он всегда говорил, что он ученик Быготского, вот. И в этом отношении Теплов, Смирнов и Лурия это вот такие три друга, которые сыграли для нашей психологии очень большую роль, очень большое значение. Ну и вот, говоря вот об этой картинке, я еще уж на минуту оторвусь перед переключением внимания и скажу о трех ликах человека, который психологии у нас очень известен, это Лев Семенович Выготский, будучи рожденным у нас на окраине Российской империи в девяносто шестом году, да, этого века, и в этом смысле он сильно моложе Рубинштейна и так далее, да, и немножко старше того поколения своих учеников, которые уже при советской власти получили образование. Вот, например, Леонтьев, он закончил школу второй ступени, то есть это советский период, да, это совсем другой уровень образования, потому что когда закончил Анатолий Александрович Смирнов, у них был обязательно старославянский, древнегреческий, латынь, обязателен был французский и немецкий, да, ну уж не говоря о всем, а те, кто имел золотую медаль, он должен был быть первым учеником в своей гимназии, да, только тогда давали золотую медаль. Так вот, у Выгодского, да, который успел закончить, самое последнее на рубеже революции, да, закончил свое образование, я имею в виду среднее тогда считалось, да, не высшее, Рубинштейна просто не допустили, да, за подписью Николая II был отказ от права поступать в университет, потому что он родился в Одессе, был еврей по своему происхождению, в архиве мне удавалось просто видеть это свидетельство из синагоги Одессы, да, вот по Рубинштейну, но он был вынужден поехать в Марбург, да, получать образование, нам это будет важно в следующей части разговора. А вот про Выгодского, посмотрите, треника Выгодского, да, вот в свое время под руководством профессора Данильченко мне пришлось полностью изучить все изданное при жизни Блонского и Выгодского. Было сравнительное исследование, все книжки, все статьи были взяты в библиотеке Ушенского в научной, и тогда это был закрытый фонд, требовалось письмо специальное с возможностью попасть в спецхран, книги эти были, но они не выдавались в общее пользование, да. Так вот этот Выгодский, это одно, их можно сравнивать, и я сравнивал, у меня лежит в архиве эта работа, но к окончанию моего института стал издаваться шеститомник Выгодского, в который попало очень много других материалов, которые не публиковались никогда при жизни, были в дневниках и так далее. И вот получился как бы второй лик Выгодского, если его считать субъектом тех текстов, которые были опубликованы. Я договорю, потому что на сегодня издано несколько томов уже нового издания, которое заявлено как шестнадцатитомное, да, и понятно, что вот по изданию, по мере того уже первый том вышел, я бы удивлен, потому что вошло масса интересных вещей, которые никогда не публиковались, в том числе по важной для меня теме детства, игры, развития детей и так далее. Вот эти разные лики одного и того же человека, это очень по нашей теме, да вот сегодня, лики личности. Сергей Владимирович, вопросы к Вам обоим, один примерно вопрос. Смотрите, ситуация следующая. Вы рассказываете очень хорошо по истории, по истории самой науки, по истории написания, по истории каждого автора, книги и так далее, да, с одной стороны. То есть получается такой некий объем материалов, достаточно большой, на самом деле, который охватывает вот в вашем, буквально, коротком спичи и 19-й и 21-й век, то есть это почти 200 лет, если не больше, да, потому что первый шортен, ещё это было и… – Да, это Хериньева начиналось 19-го века. – Там и Макс и Паскаль, и Уэкон, там, и Бог знает что. На другой стороне, ваш коллега рассказывает о том, что вы должны подходить к решению сегодняшних неких проблем личности, в том числе, смыти дисциплинарных позиций. Соответственно, что это влечет за собой? Это еще больший объем материалов, потому что, простите, но каждая дисциплина научная, она ограничена своей терминологией, и плюс к тому, в каждой дисциплине еще множество конкурирующих моделей, причем у каждого автора бывает не одна модель той дисциплины, которую он исповедует, потому что, как вы сейчас сказали, 6 томов или 8 томов или 9 выгодского, он там в юношеском возрасте или сразу после окончания института, университета, он дает одну модель восприятия мира или той темы, которую он излагает, а уже к старости-то у него что-то там съехало, поколебалось, или изменилось, или разбоилось, или расстроилось. Вот поэтому, вы понимаете, в чем возникает? Вы как оба, как преподаватели, еще к тому же, у вас обоих еще есть профдеформация, то есть, вы глядите на всех, как на студента, а сами работаете как трансляторы, понимаете? И вы уже профессионально можете, уже научились обладать огромным, переваривать и транслировать огромный объем информации. А конкретный студент, вот у нас есть студент, замечательный? Я знаю, как это называется, институт называется «проблятие знаний». Да, а вот у нас студент, который хочет собрать это все в себя, да, и он хочет себя как личность выразить через что-то, и для него это мудидисциплинарность, это огромный зоопарк зверей, которых он не может собрать в одном, потому что получается некое чудовище, понимаете, из этой всей мудидисциплинарности. Вот поэтому вопрос, может быть, все-таки добавить, с точки зрения вас, как преподавателей, опытных в том числе, может быть, просто не просто говорить об мудидисциплинарности, а может быть, все-таки говорить о какой-то синтетической вещи, а не вот там науку с религией спариваем, потому что просто невозможно, потому что это как бы вещи, которые, ну, как вложены. Потому что был такой переследив замечательный, вы его минули, с его методоксом, да? Методоксом. Я не стал даже называть. Да, в этом методоксе у него, он говорит, мы исходим из противоречия, а поскольку противоречий больше, мы рисуем треугольник, и в этом треугольнике одна сторона – это бытие, вторая сторона – это существование, а третья сторона – благообщение. И вот мы, значит, из этих трех сторон мы будем какие-то еще вот смотрим, дифференцируем там, чего-то и так далее. Когда все закончилось, я его спросил, я говорю, Сергей Борисович, простите, но бытие – это общее по отношению к существованию, потому что бытует все, а существует что-то конкретное, а благообщение – это в ходе существования, потому что в самом бытие его может не быть, все зависит от существа, который общается или не общается. А он говорит, а я взял концепцию одного француза, в которой это так написано, и я ее просто нефтомогически отобразил, и если кто-то мне будет знать вопрос, я пошлю это в вопрос от француза. Спрашивается, ребята, это вот как раз к вопросу о мультидисциплинарности. Я говорил не о мультидисциплинарности, а о междисциплинарности, то есть не надо, конечно, грузить несчастного студента целыми вагонами знаний, а нужно брать самое важное из этих знаний, но не в рамках одной теории, как в советской психологии, когда воевали разные теории, но синтеза не происходило, они так и варились внутри себя, а важно брать наиболее проверенные практики, наиболее необходимые, актуальные для решения актуальных задач, то есть побольше прагматизма, функционализма, то есть не надо решать самые фундаментальные вопросы происхождения мира, это мы не решаемые проблемы, вопросы, откуда, кто создал весь мир, Бог или эволюция, или инопланетяне, это оставим для ученых-философов, а надо решать более насущные проблемы, как нам не уничтожить друг друга, как воспитать здоровую законопослушную личность, как сохранить мир и согласие, и не перейти к третьей мировой войне ядерной. Вот про это я говорил, но для этого нужны знания, технологии и методы исследований из разных наук, нельзя ограничиваться и продолжать вариться, как мы, на мой взгляд, часто делали в советское время, в силу объективных причин, как государство не позволяло пользоваться литературой, значит, и, значит, запрещенной. А сейчас это открыто, все источники открыты, но междисциплинарность, она дает эффект инсайта, то есть появляются новые знания, которых раньше не могли появиться, когда каждый творился внутри своей науки и пользовался своим терминологией. Сейчас философия и история науки дают универсальный терминологию, не сам инструмент, для понимания, для общения в учебе. Вы повторяйтесь, вы в лекции уже все это говорили, но самое интересное, что вы это говорите студенту конкретному, а он как бы все хорошо, как слова это все понимает, а как только начинается применение к практике, как конкретно он, как студент, который ограничен два времени, не ограниченными темами, не ограниченными какими-то рамками преподавательскими, он же не может все это схлюмкать сразу, грубо говоря. Сразу, конечно, не может быть. Да, соответственно, у него должен быть в голове или по жизни какой-то, ему надо дать инструмент, которым он будет обладать. Может быть, этот инструмент называется критическое мышление, либо еще что-то, да, потому что как бы что-то, что-то, чем-то он должен этот ваш подход как бы сделать практикой. Потому что я приведу конкретный пример. Есть какая-то, есть некая дама, которая в Майке тоже она была, которая профессор, она преподает и так далее и тому подобное. Она там пишет какие-то книги, в том числе про диалектику, про системность, системно-диалектический подход у нее и так далее. Она тоже словесно, мы говорим вроде бы об одном и том же, она тоже говорит про мультидисциплинарность или междисциплинарность. Это не важно, да, это нюансы. Но когда она проталкивает свои идеи и с чем-то не согласна, да, и с какими-то другими доводами, и их не понимает, она говорит очень просто, у вас другой-то залоз. У вас другой-то залоз, я вас не понимаю. Соответственно, никакого междисциплинарного и системно-диалектического у нее нет. Так же, как у Переслегина, нет никакого методологического, потому что он за основу берет, совершенно не понимая конструкцию, философский конструкт, который мало соотносится с реальной практикой, и познание, и философия, и так далее. А она как бы уворачивается от ответов, потому что она привыкла к определенной терминологической практической деятельности. И все остальное для нее, ну, оно как бы скрыто в тумане, что называется. Да, я два слова прокомментирую. Спасибо за замечание. Здесь я пришел за 20 лет преподавания, даже больше, к пониманию, что невозможно создать единую теорию, объясняющую все. Все равно человечество будет делиться всегда на какие-то социокультурные группы. Отдельно мусульмане, отдельно христиане, отдельно атеисты, отдельно марксисты. Единого тезавруса, его можно, конечно, создать, он уже создан, но они все равно не готовы понять, поверить и использовать этот тезаврус. Потому что они все равно будут вариться внутри своей мусульманской, христианской терминологии. Но все-таки для людей научных, которые отстранены от религии, допустим, это особенно практиков психотерапевтов, которые сталкиваются, вот приходят клиенты, мусульмане, потом христианин, потом индус, буддист. Для каждого надо подобрать свой инструментарий, чтобы помочь ему решить. Одному метод молитвы помогает излечиться от тревоги, другому метод бегать с трусцой, а третьему метод смысл жизни найти в творчестве. И не бывает универсального метода для всех людей. Надо для каждой задачи подбирать свой набор методов. Вот про это я говорю, адресность. И это не случайно. Вот я просто, чтобы ответить, я прошу нас понять, потому что я и задумывал сегодняшнее выступление таким образом, что вот Олегу Владимировичу, ему приходится как раз готовить людей к сдаче кандидатских экзаменов, без которых нельзя защищать диссертацию. И вот он должен людей разных дисциплин подготовить, но к чему? К сдаче экзамена. Чтобы они здесь и сейчас могли получить зачет, балы ставят и так далее, и приступать к кандидатской диссертации по физмат-наукам, по богословию замничью, потому что до недавних пор не было такой дисциплины. А теперь здесь. И ее надо готовить, этого человека, который закончил духовную семинарию или академию. И с другой стороны, философа, который закончил что-то, ему это легко, потому что вроде бы он знает, но он не знает часто историю науки и так далее. А вот мой ответ на ваш вопрос, Иван Юрьевич, он как раз будет очень конкретный. Я переключу внимание и славу. И буду отвечать технологично на ваш вопрос, покажу, как это делать. Не буду говорить словами. Значит, я вот отвечаю в таком технологическом ключе на ваш большой вопрос, и поскольку меняется и состав слушателей, значит, в чем дело? Вот мы с вами на одном из заседаний было мной сказано, может быть неосторожно, но так, да, и про личность. Причем как раз вот 400 определений личности, это была вот такая формула, которую я брал когда-то за образец, и 400 определений игры набирал. Так вот, после того, как на нашей декабрьской передаче Валерий Рудольфович Хилтунин написал по разным каналам, мне из нескольких стран мира, из нескольких городов поступило как бы предложение и даже как бы с гарантированной оплатой, и сдать эти 400 определений. Я говорю, давайте пока подождем, потому что 100, по-моему, 7 или 117, я издал, когда защищал кандидатскую диссертацию в Советском Союзе. Они есть в приложении к диссертации. А дальше я вот добирал до этих 400, но я это технологично говорю о чем? Что вот когда мне пришлось работать в Академии повышения квалификации работников образования и культуры и работать с регионами, то, конечно, вот эти темы требуют целого ряда лекций. Но самое главное найти некоторые вот такие не просто методологические, а методические, технологические пути, которые позволяют проблему решить. И вот проблема ликов личности, включая ловушек личности, да, вот в лаборатории, потому что в 90-е годы в нашей стране создавались в лаборатории кафедры психологии личности. Было это впервые. Потому что когда учились мы психологов на территории СССР, было 2-3 тысячи. Вот сейчас эта цифра, она примерно в 100 раз больше. Примерно в 100 раз. Даже больше, хотя нет точного учета. И это только в СССР. То есть это стало массовой профессией. И вот когда им повышаешь квалификацию, приходится говорить, как нам подходить к проблеме личности. Допустим, есть 400 определений. Как надо поступить? И вот здесь мною было придумано и опробировано в течение уже многих лет. Я говорил о том, что личность может быть охарактеризована большим числом терминов, но с моей точки зрения минимально достаточно, минимально 4 терминов, которые позволяют вот эти 4 угла пирамиды зажать эту проблему. Да, могут увеличиться. Но вот без 4 не получится. К 3 швести не получается. Какие это термины? Первое и самое важнейшее понятие это человек. И вот ловушки возникают, когда мы через термин личность начинаем подменять один из этих терминов. То есть, например, мы приравниваем личность и человек. Но я вам скажу, вот из этих 400, я там сколько-то определений знаю, и вот сейчас на курсах повышения к моей лекции, говорю я, подготовить не менее 10 разных определений личности, записать на листок, и с этим приходите ко мне на занятия. И только тогда я начинаю с вами работать. Значит, первое понятие человек, второе понятие личность, третье понятие субъект, субъект, он тоже понимается по-разному и так далее. Значит, и четвертое понятие индивидуальность, да, есть другие понятия, есть индивид, есть персона, есть вот я сегодня лик говорю, да, есть парсуна, и много чего можно набрать огромный дизау. Но мудрость преподавателя должна быть в том, чтобы минимально достаточное число, да, и причем много разных кафедр, даже в Москве, я несколько потом назову, ну, например, в высшей школе экономики и в Московском университете, где кафедру создал Александр Григорьевич Основ в 98-м году, да, а до этого были лаборатории и так далее. Так вот, дальше мы должны с вами понять особенности этих четырех терминов, да, а понять их можно только психоисторически, вот об этом слайде. Так вот, все-таки несколько пояснений, почему эти четыре, чем они по сути отличаются. Ну, во-первых, человек – это Homo sapiens sapiens. Сегодня я буду заканчивать лекцию предложением своим о том, как понимать и можно ли уже говорить о неком новом этапе развития знаний вот с позиции фундаментального человека, знания человека-ведения. Вот, но мы должны понимать, что в любом случае я здесь использую определение Константина Константиновича Платонова, который говорил, я его застал, с ним дискутировал, не был согласен, но определение, вот оно простое, ясное, и говорит, что кто такой, что такое личность. Он, кстати, написал, следуя традиции Вехтерева, краткий, значит, словарь паникийный, систему психологических терминств на основе теории отражения. Этого недостаточно на сегодня. Но, тем не менее, она лопитарна и проста. Личность – это человек, как носитель сознания. Точка. Да? Не достаточно, но понятно, что если это депортированное сознание, неадекватное и так далее, то он тогда не вполне личность, не вполне. Что такое субъект? Здесь самое главное, много отличий. Есть психология субъекта, который у нас занимался весь институт психологии Российской Академии Наук под руководством Андрея Владимировича Брушлинского. Но суть состоит в том, что вот это ношение сознания, быть носителем сознания, когда мы говорим о личности, это единичное, а вот когда мы говорим о субъекте, он может быть субъект, не субъект, не полный субъект, но он еще, в отличие от личности, бывает не только индивидуальный, но коллективно-групповой и даже всеобщий. В этом смысле человечество может быть субъектом. Оно не всегда является, потому что оно может быть дезинтегрировано, разделено на разные этнические, культурные, социокультурные группы, но обязательно присутствуют понятия субъекта. Субъект политический? Нет, это понятно, это сферы, к которым отнесена субъектность. Человек, например, может себя проявлять как субъект в экономике, но не лезть в политику, и он будет в этом смысле не полный субъект. Это семантическое дифференцированное никто не отменяет. Но вот личность не может пониматься как набор людей, а не единственное число. Тогда мы говорим уже метафора. Коллективная личность, партийная личность и так далее. То есть это берется деформированное определение с точки зрения Платонова и других. И, наконец, мы говорим не об индивидуи, а об индивидуальности. Это то, что отличает личности одну от другого, человека одну от другого, субъекта от субъектов разных типов и так далее. Вот поэтому вот этот набор обязательно. Есть, например, у нас заведующая кафедрой психологии личности в высшей школе экономики. Она настаивает, что необходимо вот в это число, о котором я говорю, 4, или она добавляет персона и даже предлагает мне, например, вытянуть одно из моих и заменить на персона. Я ей предлагаю, пожалуйста, 4. Мы можем построить с вами, есть еще одна деталь, построить с вами пирамиду не четырехугольную, а пятиугольную в основании 6, 7, хоть 125. Это меня никак не напрягает. Если она в этой логике определит персону или кто-то определит индивид, пожалуйста, мы еще один угол в основании можем добавить. Но проблема вторая философско-методологическая состоит в том, а как из этого многогранника в основании, да, я настаиваю, что минимально четыре грани, может быть пять, может быть очень много. Эта схема и к игре применима, я об этом написал в несколько книг. Да, значит, что же вот заставляет перестроить их систему, когда мы имеем в виду пирамиду? Вот это ключевая проблема, ключевая проблема, которую многие не выстраивают, они играют в кизалу, сыграют в определение, комбинаторику разных понятий. Есть целый ряд таких людей, и есть теории структурального подхода, идущие к левистросу, да, и у меня один из коллег, Игорь Алексеевич Морозов, несколько лет назад его в ковид не стало, ну, практически ровесник, известный специалист, фольклорист, этнограф, эрудированный человек, вот он очень увлекался комбинаторикой, и применительно к личности, и применительно к игре, перестановка элементов и так далее, создание сложных камней. Не в этом дело, отвечаю я в данном случае, да, и прежде всего для студентов, я говорю, что нужно вытянуть этот многоугольник в определенную сферу и найти единую вершину, куда вытягивается. И вот этим словом является проблема и слово, и соответствующее понятие категории «развитие я», где «я включено». Вот я об этом несколько раз говорил, потому что можно понять развитие отчужденно от «я». Вот несколько людей, которые слушают наши передачи, мне пишут, там, Сергей Владимирович или к Ивану Юрьевичу обращаются, вот довольно много в моей речи, к сожалению, это дефекты, я признаю, что много яконей получается. Но я только утверждаю, что без этого не получится у вас, ребята, иначе вы будете отчуждать свое «я» и говорить о развитии Васи, Пети, учреждения, кого угодно, да? Но развиваюсь я, поскольку я включен в это развитие, я являюсь его и субъектом, и объектом, и предметом исследовательской деятельности. И это довольно уникальная ситуация, когда мы выстраиваем пирамиду, а дальше может быть моделирование. Есть замечательный исследователь, математик, значит, из Иркутска, да, который занимается деформациями треугольников и пирамид. Они по определенным законам могут чисто модельно изменяться, да, и вот к этим моделям только важно не просто их изменять, а изменять ситуации здесь и сейчас и конкретно. И вот конкретно я перехожу к слайде по психоистории, потому что она предельно конкретна. Значит, я теперь поднимаюсь и комментирую эту табличку, которую мои соавторы, вот так же, как у Сергея Борисовича Переследина, пять авторов, а у меня есть какие-то помощники, люди, с которыми... Значит, вот посмотрите. Историография психоистории. Да, вот вообще, когда-то, я об этом тоже здесь говорил, значит, у нас Лидия Викторовна Сайко, как раз я сказал, отвечая в декабре на вопрос, в память о ней, потому что она прожила 91 год, ее не стало. И когда-то, вот когда мы с ней на рубеже, вот как раз в те концы 90-х годов, во второй их половине, и примерно до 10-го года нашего века мы активно работали в составе вот комиссии по истории мировой культуры, президиума Российской Академии Наук. И вот она мне тогда задавала вопрос, Сергей Владимирович, а кто у нас-то основатель психоистории? Как с этим быть? И тогда мы с ней много чего примеривали, и вот в декабре этого года, в память о ней, я сказал тогда, сейчас вам обосную и покажу пример. Значит, я тогда сказал, что и она, она смотрела на личность Поршнева. Борис Педорович Поршнев, наш замечательный исследователь, историк, он доктор был не только исторических, но и философских наук, вообще очень разносторонний исследователь. Но если мы на сегодня забиваем термин психоистория, вот здесь и сейчас забиваем, вот дата, она останется в нашей истории, к сожалению, да, эта дата. Так вот, на эту дату нам российская государственная библиотека, в которую сейчас вылета книжная палата, поэтому говорить больше не о чем, это одно учреждение, выдает всего 11 позиций. Начинаются они с 1985 года, да, есть несколько статей более ранних, да, но очень важно, что начинается, как часто у нас бывает, с критики буржуазных теорий. Вот посмотрите, вот первое, американская буржуазная психоистория и так далее. Всего 11 позиций, книжная палата. Как бы кто ничего не говорил, вот здесь и сейчас, через некоторое время они очень играют, там исчезают и так далее. Но вот это зафиксировано. Поэтому мы с вами видим несколько фигур, которые здесь претендуют на это, да, и во всех названиях, это так они выдают, потому что иногда в названии не очевидно, что там психоистория, но там в подстрочнике обязательно это присутствует. И мы можем с вами вот оценивать здесь и сейчас вот этот диапазон. Вот посмотрите, получается парадоксальная вещь, на которую я вот руководство в лице двух замок директора Российской государственной библиотеки просто обращаю внимание. Так нету здесь нашего вопрошаемого Бориса Федоровича, нету его, просто нету. Почему? Потому что это не соответствует, да, и не соответствует чему? Чисто книговедческому описанию вот этих книг, потому что его книга называется «Психология и история», да, и там нет формально слова «психоистория», да, но и здесь приходится, вот когда у нас вот эти таблицы делают не книжная палата, а Минцифр командует этим, то по формальному признаку отсутствия вот сочетания этих слов в едином ключе, сюда не попадают эти книги. На самом деле традиция наша отечественная, вот я на последнем потом слайде это покажу, она связана с тем, что у нас кругами Эля понимали по-другому. Вот здесь есть две книжки, которые нам важны, на которые, например, Андрей Ильич Фурсов ссылается, он сам здесь есть, его книжка «17-й год», значит, и, кстати, вот здесь, если динамику проследить, то вот в этом, в районе 17-го, 19-го и так далее, некая вспышка активности с этой терминологией. Она усиливается, если мы включим в себя статьи, но, например, Ленинка не дает на сегодня статьи, она не включает, а, например, историчка или российская государственная библиотека, там библиографы посильнее, там включаются, и там больше, и это важно, но это не для сегодняшнего разговора. Значит, когда мы говорим, мы говорим «Айзек Азимов». Но, дорогие товарищи, как по-английски называется книжка Азимова? Кто-нибудь знает? Она называется «Полудейши». Где Академия? Где Академия? Там внутри есть она, но здесь просто игра с переводом слова. Не основание, да, как надо бы перевести так нейтрально, а просто переведена как Академия, и поэтому попала. А если перевели основание, то она бы сюда не попала. Хотя в тексте, конечно, а это несколько разных книг, кто читал, знает, да, и интересные истории. И Айзек Азимов, вообще-то говоря, родился на территории Российской Федерации, вот нам Хилтонин об этом вспоминал, и проходит чтение его памяти. И вторая, очень значимая фигура, которую у нас многие не знают, это, конечно, Ллойд де Мосс, который является издателем журнала, его не стало некоторое время назад, вот как раз вот это совпадает с этими цифрами, да, его несколько лет назад не стало формально, но он еще несколько лет до этого не писал уже. Он издатель журнала, соответственно. Но он прилагает теорию Фрейда и теорию Эриксона, да, довольно такие конкретные определенные психологические теории к анализу детства. Он вообще не говорит о всей истории. Он говорит о истории антогенеза, детства, части филогенеза относительного к детству, да. Значит, а вот здесь у нас, вы посмотрите, даже здесь видно, что это другие подходы. Посмотрите, вот прям, ну, у Фурсова это борьба вопросов, я думаю, мы сделаем отдельное заседание, борьба вопросов, например, споры о том-то. Потому что это следует отдельно поговорить, но Фурсов все-таки это некий для меня, ну, как бы не науч-коп, конечно, но это некий информационный подход, идущий от Иниона, от его традиции, он там и работал много лет, да, поэтому там нет нормальных научных ссылок, там много чего нет, если, так сказать, по существу анализировать. Но это очень информированная бригада, не только он, но его институт системных исследований, там Пономарева, там целый ряд других людей, они много чего издают. Смирнов Игорь Павлович, один из ныне живущих, старых людей, это психоисторический, такой психологическая литература видения. Живет он ныне в Германии, у него есть тут слово психоистория, русская литература, от романтизма и так далее. Он опять же не берет всю историю. А вот те люди, отвечая на вопрос Сайко, кто берет все, это вот те люди, которые, ну, еще я приведу пример, вот Часть Вокон и несколько таких вот, ну, как бы ярких, в основном, публицистических книжек такого рода. Но есть несколько серьезных, но посмотрите, вот Ильшим, город Ишим, на минутку, это филиал Тюменьского университета на базе Ишимского пединститута. Там несколько людей, которые пишут, собрали конференцию с Кобелев Константин Владимирович и так далее. У них есть другие публикации. Но есть вот этот сборник, который я потом обложку покажу. Полтора, Сергей Николаевич, происходит из военных, но историк, вот как бы такого, военного профиля, он интересно этим занимается. Рубцов, это бывший сотрудник Института философии, кандидат наук, который занимался, и там предисловие Осмолова, который как бы пишет, вот, психоидеология, там, я в политике и так далее. То есть это все не целостные проблемы, связанные с тем, о чем мы говорили, и я не могу эти работы отнести, ну, вот две зарубежные, остальные все, как бы на поле Российской Федерации, издать несколько Советского Союза, 85-й еще год. Но это все и не Москва, заметить, и Шим, Томск, там разные места. Это обзор, вот такие обзоры и студентам, и аспирантам, и докторантам сейчас. Вот их надо делать, это здесь и сейчас конкретно. Пройдет месяц-два, может еще что-то издадут, но пока нет. Вот, мы ставим следующий кадр и продолжаем, я буду уже заканчивать. Значит, здесь я вот как раз показал практически обложки большинства книг, о которых я говорил, чтобы вы понимали, о чем и наиболее научными являются вот эти два сборника, где представлен широкий круг авторов, да, они собраны под редакцией вот этих сотрудников, да, изданы в Ишиме и в Санкт-Петербурге, да, это далеко не, как бы, самые у нас города, причем это не Ленинградский там университет. Да, вот книга прям с дарственной надписью, она единственный экземпляр в Ленинге, и идет, откровенно говоря, война, вот мне когда-то, я не верил, а Пинян, Тамара Антоновна, мне говорила, что, например, с книгами по игре борются у нас, книги исчезают, они были разосланы всем, безусловно, в частности, она говорила о своих книгах, а потом я убедился, на своих, потому что точно знаю, они были в библиотеках, и они исчезают иногда на многие годы, потом иногда возвращаются, это же происходит с рефератом ряда диссертаций. И самый уже анекдотический случай, это был с книгой, которую я сначала, имея все коды, получил в зале, значит, новых поступлений, списал все коды, она точно была, а потом в присутствии двух директоров, искал более шести месяцев, чтобы мне в Ленинге нашли книгу по входящему коду. При этом есть отцифровка, есть много чего. То есть понять это так, что это случайно происходит, пока нет, не представляется возможным. Давно нет на нашем свете Тамары, значит, Антоновны Опинян-Кривко, доктора наук, искусствоведа, интересного человека, но ее слова, приходится с ними согласиться, потому что это касается многих людей. Так вот, я хочу третью, как бы, методику, и на этом закончу. Значит, как нам быть, и как найти все-таки, где и когда создавалась психоистория, потому что вот эти книги, это отражение современной реальности, здесь и сейчас, да, и вот пройдет какое-то время, будет по-другому. Но вот ответ, он во многом, и мы уже не будем к этому возвращаться, к той первой картинке, с которой мы начинаем. И получается, что у нас с вами, действительно, на периоде между 18-м международным психологическим конгрессом, который проходил в Москве, в июле-августе 1966 года. И 1971-1972 годом, когда создавался вот тот институт психологии, Академии наук, который ныне находится на Ярославской улице, значит, вот в этот период была проделана огромная работа по фактически созданию вот той психоистории, когда было издано ряд книг, в том числе под редакцией Поршнева Борисе Федоровича, Анциперовой Людмилы Ивановны, тогда она была сравнительно молодой сотрудницей. Это книги Поршнева и Анциперовой, в 1966-м, там, в 1972-м году Поршнева не стало. После его смерти были изданы несколько еще его книг. Да, это вот к вопросу, на который я отвечал путем анализа биографии Выгодского и его книгоиздания. Да, к сожалению, у нас в этот период многие вещи не выходили сразу, выходили в какое-то время спустя, после того, как не стало человека, причем издание книги Поршнева 1966-го года было сопряжено с рассыпанием декстов, со скандалами и так далее. Но есть еще целый ряд материалов, которые важно учитывать. И вот здесь я хотел просто вот благодаря записи обнародовать просто никогда об этом никто не говорил и нигде не написано. Это будет такой вот интересный момент в наших передачах. Вот я беру еще, вот как бы даты я назвал, назвал несколько имен. Назвал, что главным и единственным тогда был институт, психологический институт, тогда он назывался НИИ, общей педагогической психологией. Вот сейчас он много раз переименовывался, да, но это тот исторический институт, который создан был в 912-м году, два года он создавался, в 14-м начал свою работу. Он получил международное призвание, потому что Вильгельм Гунт и целый ряд есть в архиве материала поздравления от директоров мировых институтов психологии к моменту открытия этого института. Его руководителем был Георгий Иванович Чаупанов, да, вот когда мне говорят о теории субъекта, я спорил с Барушлинским об этом, я ему приводил работы Чаупанова, архивные, где та же теория субъекта, но она немножко была в таком ключе немецком, потому что я говорил, что в конце 19-го века немецкая наука задавал у нас уже не французская, а немецкая, как правило, хотя вот Теярда Шарден, которого мы показываем, это была французская линия, но в исторической науке, особенно востоковедении, вообще всегда был приоритет до сих пор французского языка, французской науки и так далее, да, но это вот Рерих Юрий Николаевич, он как бы вот живой свидетель всех этой фактологии, да, вот, и я сейчас хотел вам сказать и закончить на этом о водоразделе между вот той психоисторической проблематикой, которую видели в те годы люди, и конкретно еще одна из линий создания, вот кроме Смирнова, Теплого, Лурия, там надо обязательно Соколова, Михаила Васильевича назвать, это тоже вот то поколение людей, родившихся в 80-е, 90-е годы 19-го века, да, это люди царской России, да, вот они там родились, а создавалось это постепенно, сложно, да, и оно имеет три части, во-первых, это психологически насыщенное изучение истории, это целый ряд имен наших историков 19-го века, да, это как бы я называю предыстория психоистории, да, вот это историография, табличку я показываю, а это предыстория, а вот история, когда мы можем говорить, что она сформировала, включает вот две линии, я назвал, назову третья, третья связана с Сергеем Леонидовичем Рубинштейном и его семьей, потому что оказался парадоксальный момент, потому что их было четыре брата, три в них ученые, и три выдающихся, самый выдающийся Сергей Леонидович, он был член Кором РАМРАН, и так далее, вот его линию напрямую продолжает Ксения Александровна Абульханова-Славская, вот сейчас большой интерес к этой теме, я об этом говорил, и со стороны нашего, прежде всего, это университет дружбы народа, вот, он сейчас по многим направлениям, связанный с исследованием сверхспособности и особых физических, биологических явлений, он такой наиболее интересный, может быть, из академических вузов, вот, так вот, произошла психоистория, слияние двух и отчасти третьего брата, дело в том, что Сергей Леонидович, старший брат, он психолог и философ, он защищался в Марбурге, да, и я вот сейчас еще один метод на один, а его брат крупнейший историк, и история, и историю ОГР, что важно, потому что историю ОГР, изучает, как изучалась история, да, но уж третий брат, он вообще, говоря, шел по линии вот близкой к Вернадскому, занимался органическими веществами, биохимией, вот такой, да, клетки, прото, там, плазма и так далее, то есть это вообще сильнейшая семейка, да, но вот когда берешь не только архив Рубинштейна, который я сейчас буду цитировать, но и архив его брата, они лежат в одном и том же фонде в Российской Государственной Библиотеке, бывшей Ленина, в рукописном отделе, два разных фонда, но интересно, что психологи не брали брата материала, а историки брали брата, но не брали старшего брата, да, и вот только когда кладешь рядом два этих фонда, вот тогда-то и начинается эта психоистория в самом конкретном плане, понятном и на выступлениях моих, на румянцевских чтениях в стенах Российской Государственной Библиотеки, и здесь, и по-моему, для студентов тоже понятно, потому что можно говорить о том, что вот работая в академии, частных институтах, я кому-то из своих учеников даю письмо, они идут в этот архив, берут документы и работают, вот это нормальный, понятный кейс, и для курсовой работы, и для дипломной, и для соискателей, которых и есть, вот, поэтому, вот я назвал три части составные, теперь о сути, что это такое психоистория, вот если мы возьмем Круги Эллера и поговорим вот о тех источниках, то не Лоид Де Мосс, не другие авторы, а у Лоид Де Мосса там целый набор, там же журнал выходил, там десятки авторов разных, да, вот, и это число большое, просто их нет на русском языке, но по-английски это все пожалуйста есть, но сегодня Гугл переводчик, Янглс переводчик, плохо, но переведу, да, как бы смысл часто теряется, как с фундэйшен и академией, так вот, у нас психоистория, это Кругами Эллера, это история, и это психология, и как они пересекаются, вот они могут по-разному, разные способы, да, формальная логика это изучают, вот, но желательно использовать не только формальную, но и другие логики, их много на сегодня, вот, но тем не менее, мы говорим о том, что вот в нашей русской традиции так часто бывает, что у нас не только пересечение этих понятий, вот, где пересекаются история и психология, вот это в узком смысле психоистория, да, ну так, чисто логически, но дело в том, что это, во-первых, формально логически, по существу, это часто не так, вот я вам привел три примера у Рубинштейнов, как и так далее, ведь важно, что Коршнев был специалистом по французской вообще истории, и медиевист, и так далее, да, значит, вот эти вещи, они существенно важны, значит, Борис Федорович, конечно, вот когда несколько дней назад, вот я спрашивал, значит, Фурсова, Андрея Ильича, спрашиваю, Андрей Ильич, считаете ли вы, все-таки, что Фуршнев, Борис Федорович, да, а я с удовольствием вижу историка, настоящего, как бы у нас, в наших рядах, поэтому Фуршневу не отвечают, нет, это как бы не так, он, как бы у него есть работы, и вот о том, и о сём, и так далее, да, но он не знает, вот ту работу, где, отрицать невозможно, история и психология, автор, Поршнев, Франциферова, одна психолог, он историк и философ, доктор двух наук, да, то есть вот это отрицать нельзя, более того, когда спрашиваешь целый ряд других историков, ну и включая и Девиктор Мусайко, и так далее, безусловно, это так, ну а теперь обещанная цитата из Руденштейна, который проводил водораздел, я бы говорил не водораздел, а сейчас есть хорошее хитрое слово, фронтир, фронтир, между двумя направлениями в развитии, вот как он пишет, два реальных психологических уклада, это точная цитата, так пишет Руденштейн, в неопубликованных материалах, как называется, сейчас скажу, две системы психологии, два пути построения психологической науки, да, вот, то есть он чётко делит, да, а эта работа Руденштейна, это фонд 642, картон 6, документ, единица хранения номер 2, страница, там 17 страниц, да, значит, эта работа называется «Вопросы истории, теории психологии», конечно, здесь нет как бы слова психоистория, но здесь вот эта психоистория разводится на два уклада, и он чётко говорит, индивидуалистическая психология порождённой эксплуатации, то есть вот он считает, что вот это, я когда-то уже в этих стенах говорил, не только в этих, и публиковал, что есть глобальная эксплуататорская система, и вот та психология, которая связана с обслуживанием вот этого, к сожалению, здесь нет важного для меня слова «отчуждение», потому что эксплуатация, как правило, связана с отчуждением, но преодоление эксплуатации – это первый этап преодоления отчуждения, вот первый этап, он должен, он связан обычно в теории с социализмом, да, значит, и вторая, это Рубинштейн, её определяет, к сожалению, не очень понятно, но философский вывод очень однозначный, он пишет, что вот этот разрез и вот эта психология индивидуалистическая, ну, по отношению к той, он жил всё-таки совершенно в конкретной стране, в Советском Союзе, Рубинштейна не стало в январе 60-го года, никакой перестройкой не пахнет, да, вот, его брат прожил на несколько лет больше, да, но это вот реальная психоистория в нашей стране, вот в этих документах, которые есть, да, и, к сожалению, вот эти вещи, они в академической научной среде практически неизвестны. Некоторое время назад отмечался юбилей Академического института психологии. Знакомый хороший, да, мой старший товарищ, бывший директор этого института, да, Анатолий Локтионович, значит, делал доклад, но он предысторию никак не тронул, он сказал, что было принято на уровне партии решения в 71-м году прошлого века о создании института психологии, а в начале 72-го года этот институт создан. Но вот вся-таки фишка в том, чтобы понять, как и кто конкретно создавал, и почему Анатолий Александрович Смирнов делегировал туда одного из молодых, лучших сотрудников Небылицына, да, и вместе с Ломовым был этот создан институт психологии РАН, вот в этой логике раскручивания успеха, колоссального успеха, который был связан с 18-м международным психологическим конгрессом в Москве. Потому что съехали сюда люди со всего мира, да, и это в колонном зале вообще происходило, и вот нет сегодня Сульманеляна, который был на последнем конгрессе, который был в России несколько лет назад. Неполный зал, непонятно кто, толком никто от России не выступал на пленарном заседании. Это вот тот разительный контраст, который мы имеем в плане психоистории, развития психологических знаний в России. Вот эта тема тем самым закрывается, как вы видите, я сегодня постарался и какую-то просто новизну, связанную просто с текстуальными вещами, но вот в заключении, поскольку я сказал, а вот пропускаю, да, вот посмотрите, какой можно применить интересный метод. Он тоже психоистолический. Это последнее. Значит, Рубинштейн родился в 1889 году. И мы давайте с вами на минутку посмотрим, я это проделывал, да, посмотри, а кто еще из интересных людей сопоставимых, вот такое называется метод попарного психоисторического сравнения. Оказывается, что в это же время родился у нас Петерим Александрович Сорокин, у нас выдающийся специалист, много связанный и с психологией. Он, конечно, как социолог, прежде всего, да, известен как создатель теории социальной и культурной динамики и много чего. Но Рубинштейна первоначально я нашел для сравнения не Петерева с Сорокином, а Мартина Хайдеггера. Мартин Хайдеггер на немецком языке защищался Рубинштейн в Марбурге. Диссертацию сейчас немцы переводят и публикуют. Вот здесь и сейчас она будет опубликована, она только на немецком есть. Да? Значит, а вот Мартин Хайдеггер прекрасно сравнивается, учился в Германии, в Германии, у нас, кстати, и Пастернак учился в это же время в Марбурге и так далее. То есть вот такие методы, когда мы выбираем и находим методический прием, позволяющий выявить через личность конкретного человека конкретное провести исследование, детальное. Это красивая вещь. Понимаете? Я уж не говорю о том, и я вообще не буду об этом больше говорить, что есть и другие фигуры. Ну, например, можно сравнить, и это тоже небезынтересное сравнение, тот же самый год, та же эпоха, та же планета Земля, те же страны, даже пересечения, да? И вот, когда мы берем тройку, Петерин Сорокин, Рубинштейн, Хайдеггер, да? Значит, мы сравниваем и Европу, и Россию, и Америку, потому что, как раз, Петерин Сорокин, значит, будучи секретарем Керенского, да, он был его секретарем, доцентом, и так далее, это и пароходы наши философские, но это более красивая, как мне кажется, методическая находка, да? А еще, кроме, можно сравнить, других людей, тоже пару, да? Например, кого? Например, Чарли Чаплина и Гитлера, которые родились, противостояли друг другу и так далее, да? И вот такие методы психоистории надо искать, достигать, патентовать, описывать, и в том числе выступать на наших чтениях. На этом спасибо. Так, я тут выключил. Что страшно? Так, Московский Юрий Викторович, историк, социолог, занимаю ряд общественных должностей, имею там, чин государственный и прочее, прочее. Член Совета Всемирного Русского Народного Собора официальный, к вопросу там, о национальности, там, прочее, значит, родился в Ярославской области, город Рыбинск. Все известные мне предки из тех же краев, вообще говоря, так вот, три-четыре поколения назад в Москву приехал после службы в армии, в середине 80-х годов, что еще можно о себе сказать. Ну, имею много-много публикаций, можно погуглить на самые разные темы, начиная от экономики, заканчивая историей, политикой, социологией. Ну, по теме сегодняшней встречи, про психологию, еще мне очень нравится, как у Бердяева, по-моему, было такое такое понятие психический, Бехтерева, извините, Бехтерева, Бехтерева, было великолепное такое понятие психический микроб, который, на самом деле, очень многое объясняет в происходящем и поясняет, что многие историки, социологи, уж тем более политологи, они не предсказывают события, если предсказывают, то по принципу пальцем в небо, ну, глядишь, там одно из 100 тысяч предсказаний сбудется, потом все будут говорить, о чем предсказывали, а только объясняют, потому что вот временами это состояние общество охватывает, непонятно почему, понятно, что могут расширять, многие на это работают, и вот общество находится уже в определенном психическом состоянии со всеми вытекающими последствиями для общества, государства, народа, то есть потом можно найти тысячи объяснений, почему это случилось, как, например, жили себе калмыки в составе Российской империи, а потом взяли, сели в кибитки и всем почти народам, кроме тех, кого удалось отговорить, поехали в Китай и восстанавливать Джунгарское царство. Три четверсти народа потеряли, мы лишились колоссальной боевой силы. Объяснить можно, почему все это произошло, но в принципе, наверное, это психическое состояние людей в это время. Те же самые моменты могут объяснить и ситуации и религиозных войн, такой религиозный экстаз, который длится там зачастую несколько поколений, потом раз, он куда-то уходит. Но Павелев пытался это объяснить с теорией пассиональности, тоже ниоткуда понятно возникшее. Было, не было, 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 потом раз и возникает. Конечно, понятно, что существуют экономические причины, социальные, личностные причины роличности в истории тоже никто не отменял, но психическое состояние масса, оно тоже весьма и весьма важно и в принципе этим психическим состоянием наверное можно как-то манипулировать и управлять причем в ту или иную сторону. Но нельзя преувеличивать степень этой управляемости. Даже используя современные методы, современные методики, тем более большая часть тех людей, кто говорит, что они этим владеют, они по большей части ничем не владеют, они просто лапшу на лапшу заказчику вешают. Это явление тоже присутствует, никуда от этого не денется, раздуть щеки, нахвататься терминологией и рассказывать, вот как он это видит, а человек слушая, его впадает в определенный транс и платит ему деньги. А тут продолжая в том же духе говорить наукообразную щепуху, но хорошо оплачиваем. Но тем не менее какие-то все-таки воздействия, они есть, они присутствуют, есть комплекс мероприятий, которые можно так или иначе создавать. Вот если говорить про некоторые современные вещи, сейчас вот пытаются, чтобы наше общество тоже впало в подобное состояние, воздействуя по разным болевым точкам, начиная от национального вопроса, заканчиваем игранским вопросом, еще социальную тему, а еще ковидную тему, а еще тему кошек собак, кстати сказать, тоже вот если смотреть, еще можно найти, на каждую среду пытаются найти что-то свое и вбрасывать. Но удивление очень многих, общество у нас оказалось очень психически здоровым и слабо восприимчиво ко всем вот этим тесномодным, кстати, в отличие от общества советского и в отличие от общества, скажем, дореволюционного. И здесь может тоже быть какие-то объяснения, в том числе, наверное, тем, что миграции ныне меньше, чем тогда, как опять не покажется многим парадоксальным. Больше половины населения Москвы, например, в Москве и родились впервые за несколько столетий буквально. То есть человек, находящийся в ситуации миграции, находится в ситуации миграционного стресс особое такое психическое состояние, а стресс люди переживают по-разному. Кто-то впадает, что называется, в спячку, кто-то начинает вуямить, кто-то начинает пить, но тем не менее человек в состоянии миграции, миллионы лет эволюции у нас предполагали сменой вообще коллектива. Вокруг одни и те же люди, одни и те же лица, одни и те же речи, тут человек попадает в другую среду, да еще по нескольку раз в жизни буквально, и каждый раз колоссальный стресс и, наверное, то, что сейчас общество менее восприимчиво такого рода воздействует к психологическому, это связано, наверное, и с этим тоже, а не только с экономикой, агитацией, пропагандой, историческим опытом, что тоже имеет значение памятью поколений, никто это не отменял, но факт, есть факт, сказать, вот тоже интересный момент, в 90-е годы, вы помните, наверное, когда полиции в целях борьбы с преступностью раздали автоматы, многие думали, что сейчас начнется массовая стрельба на улицах, так вот лично я не знаю ни одного случая такого рода вообще, то есть на протяжении нескольких лет наши милиционеры ходили с автоматами, там, выпивали, что называется, ругались между собой, ну, как все люди, но при этом ни у кого из них не поехала крыша, и он не открыл огонь по народу, или не пошел решать там вопрос с этим автоматом, там, с супругой, там, или еще кем-то, это вообще на самом деле такой, может быть, психологический эксперимент, но он тоже показывает такую вот здоровую основу общества, массу еще можно примеров привести, но причем здесь нужно рассматривать тоже несколько вариантов, что есть разные среды, потому что, когда говорят, например, статистические данные по разводам, там еще почему-то, вот есть определенная среда, условно говоря, он 4-5 раз разводился, 4-5 раз женился, и получается вот совокупный фактор, основная масса людей, она вот живет в одном браке и смотрит эти Санта-Барбары по телевизору или глядя на соседа с первого этажа, то есть это тоже такой важный момент, все-таки статистика это штука такая, что есть определенные среды людей, которые там более психически устойчивые и менее психически устойчивые, в том числе это может с генетикой как-то связано, тут же ни для кого не секрет, что есть там для людей, которые сильно восприимчив к алкоголю или слабо восприимчив к алкоголю, это, кстати, тоже очень много объяснено, наверное, все-таки одна из задач ближайшего будущего это вот генетическая карта человека, чтобы он ее знал каким заболеванием, в том числе и психического характера предрасположен. Тоже важный такой момент, но чем больше, как говорится, исследований, тем лучше. Поэтому вот как-то так в общих чертах по теме сегодняшнего мероприятия, по теме сегодняшней встречи, что это психическое состояние общества, оно имеет колоссальное значение, и наше общество оказалось очень стрессоустойчивым, на удивление всеобщее тех, кто этой тематикой занимается. Да, люди сидят в интернате, да, люди ставят лайки, да, люди что-то обсуждают, но при этом не происходит никаких социальных катаклизмов, на которые там кто-то пытается рассчитывать. Пообсуждали, что называется, и забыли. То есть игра на компьютере во что-то, это не означает, что человек пойдет и этим будет заниматься, как-то не странно. Ну, поиграл, забыл, что называется, может, даже старость снял, то есть есть вот такая теория, что если смотришь какую-нибудь эротику, количество изнасилований падает, посмотрел и успокоился, тоже, кстати сказать, взаимосвязанные какие-то вещи, но это опять, это как теория, я, боже упаси, не призываю, что называется там, ни к чему, я просто констатирую некие факты. Поэтому есть колоссальная проблема нашего общества, на мой взгляд, это такой определенный алармизм. Алармизм, пессимизм, ожидание конца света в значительной части общества. Это, наверное, связано с тем, что вот у нас демография не очень хорошо обстоит, а не только с тем, что у нас, вот говоря, марсистской терминологии, отсутствует простое воспроизводство рабочей силы. Конечно, вот этот фактор имеет значение, он даже первичен, но что такое стоимость рабочей силы, она же зачастую просто в представлении находится. Вот человек считает, что для воспроизводства необходимо минимум там двухкомнатная квартира, машина, и только тогда он готов размножаться. Хотя его там отцу достаточно было однокомнатной квартиры в коммуналке в лучшем случае. И он, что называется, вот это было за счастье, а вот для детей уже совершенно другой уровень жизни. Поэтому здесь тоже нужно понимать, что такое стоимость рабочей силы. Но, тем не менее, вот рабочая сила считает, что ее стоимость вот такая. И с этим выгружены считаться и работодатели, и государство, и так далее, к этому приближаться. Но вот состояние алармизма и пессимизма, которое усиленно разжигается, в том числе полезными идиотами всевозможные, которые вот подхватывают эту тематику, а завтра придут там мигранты, всех нас дегрантят, что называется, мы там потеряем культурную идентичность и прочее, прочее, прочее. Это имеет большого значения, в частности, не веря в собственные силы, подрыв исторической памяти, попытка доказать, что всегда были лапотники. Ну, как вот тогда в таком случае, значит, маленькой Москвы, деревеньки, получилось вот это гигантское государство русского народа и примыкающим к нему народов, так или иначе, почему мы разгромили все нашествия, причем по соотношению, там, по потерям, зачастую, там, вот взять армию Наполеона, там, условно говоря, 700 тысяч пришло, если с резервами посчитать, вышло там, считая тех, кто не участвовал в сражении, снег, 70 тысяч, а русская армия потеряла убитыми и, так сказать, ранеными, 200 с лишним тысяч человек, то есть соотношение один к трех буквально было, пришли за полгода, не стало, если посмотреть, что стало даже с армией Гитлера, да, можно сравнивать потери 41-го года, можно посмотреть, что там было в 45-м, когда тот же неприступный Кенигсберг взяли, посмотрите, сами потерявшиеся тысячи человек убитыми, а с другой стороны было убито, взято в плен, там, переранено более 200 тысяч вот этого гарнизона неприступного города, причем значительная часть этих людей, они были и жители города, соответственно, сражались, было мотивация, но тем не менее, вот просто соотношение, ну да, в 41-м там были другие, что мы же, прицепляющие по осени считают, и так далее, и так далее, то есть, мощная нация, одна из сильнейших в мире, причем все прекрасно знают, что мы такие, нас за рубежом любят, уважают в этом плане, приходят, говорят, что я русский, все говорят, это у рашен, рашен смотрят, уважительны, но при этом внутри страны вот присутствует вот то, о чем я сказал, алармизм, пессимизм, ожидание там, участия населения, а это участие населения, они зачастую определяющие, вот, и попытки какие-то разумные вещи говорить, они встречают просто полное непонимание, так как части населения хочется слушать ужастики, вот есть такой, вот я хочу ужастика, расскажите мне ужас, я не хочу смотреть на реальную ситуацию, я хочу про ужасы послушать, а потом, когда эти ужасы перекочевывают в СМИ, а потом перекочевывают в зарубежные СМИ, из наших же СМИ, мы удивляемся, почему у нас такое мнение за рубежом странное, так вы же сами зачастую о себе пишите, это как в том анекдоте, всю ночь пью с русскими, всю ночь они ругали свою страну, а когда я с ним согласился, они меня избили, вот примерно вот так зачастую это происходит, то есть вот с этим нужно тоже кончать, то есть нужно просто иметь реальное чувство национальной гордости, понимать, кто мы такие в этом мире, реально, и соответственно побеждать, вот собственно, извините за эту паку, у нас еще остается, мы смотрим на тайминг, и как не начинали, а уже тайминг, тайминг, вот, поэтому есть еще одна очень важная тема, когда мы говорим о ликах личности, да, вот это то, что связано с уникальными людьми, я сегодня уже говорил, что в какой-то степени каждый человек, безусловно, уникален, да, у него есть эти черты, но вот есть люди среди уникальных, уникальные, да, мы говорим здесь о тех элементах, которые сейчас очень многие историки поднимают как проблему, это вот неявное, так называемое, это тайное, скрываемое, неопределенное, мистическое, и так далее, и вот без этого элемента лики личности рассматривать не приходится, потому что в той или иной мере в каждом человеке, вот, одно из открытий Фрейда и по этому фрейдизму было в том, что он скрыл такую сферу, которая не входила, ну, по крайней мере, в науку, вообще-то, на уровне здравого смысла все эти понимали проблемы, вот, но тем не менее, а на сегодня появляется еще целый ряд людей, и причем это и целые группы, объединения, которые не просто являются уникальными, но и изучают уникальное. И вот целый ряд у нас выступлений в этой части делал как раз Георгий Вячеславович, много раз он выступал у нас и представлял даже людей и конкретные стили, и вот сегодня он достаточно неожиданно для нас привел здесь нового как бы интересного человека с уникальным абсолютно опытом изучения вот именно в этой сфере ликов личности, вот, и я тогда помогу подойти, а вы несколько слов его приставьте. Да, мы выступали в прошлом году, в 2023, вместе с Сергеем Владимировичем мы выступали в Московском обществе испытателей природы с отдельным докладом и вот такое удивительное совпадение, да, мы рассказывали про историю исследования аномальных явлений в том числе и прямо из зала к нам обратился вот Борис Евгеньевич Агафонов, Борис Евгеньевич кандидат технических наук, он посвятил практически можно сказать большую часть всей своей сознательной жизни вот исследованием различных необычных феноменов и в частности вот ему на пути встретился вот я так понимаю даже был коллегой такой вот гипнотизер и сукистолог и как его только не называют в интернете и психиатром его называют и психотерапевтом это все к вопросу об идентификации тоже можно сказать и о том как общество идентифицирует этих людей с необычными способностями это все напоминает вечную историю с Кашпировским когда в какой-то период он психотерапевт в какой-то период он еще как-то обозначается сейчас я так понимаю мне вот довелось тоже несколько месяцев назад лично парой слов обменяться с Анатолием Михайловичем и он сейчас я так понимаю философ если я все правильно понимаю конечно могут сказать что я не прав но поправляйте меня вот Борис Евгеньевич работал очень долго с Грудаковым Яковым Яковлевич это вот собственно гипнотизер субистолог и так далее или как сегодня принято говорить экстрасенс человек вот с необычными способностями был и действительно такая совершенно неординарная личность судя потому что Борис Евгеньевич мне рассказывал ну действительно удивительно я таких историй слышал здесь вот единицы так что Борис Евгеньевич не бы ни слова тогда да пожалуйста расскажите поподробнее про вашу деятельность собственно про Якова 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 я рассказывать не буду потому что вы по мере по мере того как посчитаете сегодня было озвучено очень много тем вы добавьте по мере того как считаете нужным а я тогда отойду спасибо первое что хотел сказать я просто в восторге от докладов которые были вот более того я первый раз присутствовал при таком для меня для меня новом объеме информации что я буквально цеплялся за каждое слово хотел что-то добавить перебить и так далее я с удовольствием поучаствую уже в личных беседах где мы сможем пообщаться в режиме не монолога а диалога когда можно будет почти перебивая друг друга значит в каком-то смысле изучать вот те аспекты которые здесь были оговорены но вот моя работа была всегда довести дело до железа меня так Яков Якович называл железняк или инженегр вот а я его называл дядька потому что он был старше меня на 20 лет он родился в семнадцатом году на Украине родился в селе Диканька он говорил но этих Диканек в Украине много поэтому мы так и не пытались найти точно место где он родился да и не нужно это было вот а значит хата значит земляной пол значит его дедушка с женой причем жена ругалась говорю во всех мужья как мужья а у меня муж колдун то есть его дедушка был колдун ну вот сейчас если заглянуть значит трудовую книжку там нет таких значит профессий а в то время были вот колдун и Яков мы с ним работали вместе по-моему лет 12 ну до его смерти вот и работали в одной лаборатории вместе вот поэтому встречались ну практически очень часто почему часто а не каждый день потому что его профессия была психотерапевт ну так называлось вот и он очень много лечил дома не на работе на работе мы работали в институте проблем управления он и сейчас есть институт и в то время там работали даже иностранцы сейчас не знаю вот и поэтому старались при посторонних как бы ну те вещи которые ну как-то не принято было афишировать то есть он работал дома и в то время когда у нас были в Москве не такие как сейчас условия жизни где-то не больше 9 метров на человека у него была двухкомнатная квартира у него был автомобиль вот потому что он как психо я даже не знаю как его правильно назвать психотерапевт или я в этой терминологии ну как бы не очень знаком но вот я расскажу о нем подальше и вы поймете почему у него была и квартира и машина и так далее он очень много мне рассказывал о своем именно дедушке о родителях мало я спрашивал а почему родители он долго долго стеснялся упирался потом рассказал потому что дедушка был колдун а родители были гипнотизеры ну и он как ребенок как внук любимого дедушки кстати отца звали Яков Яковлевич дедушку звали Яков Яковлевич и его звали Яков Яковлевич что за традиции наверное в этом был тоже какой-то смысл значит ну о родителях гипнотизеры почему он на них ничего не рассказывал оказалось что однажды однажды на одном из ну спектаклей он выступал как гипнотизер как его родители ну он говорит что он делал ну что делал ну положит людей там человека на три стула вынет средний стул потом можно плясать на это говорит все делают деревянный человек делается ну там еще чего-то но всем очень нравилось когда он значит человека заставлял вести себя как например как петух или как коза или как баран это очень всех веселило очень веселило ну вот в зале встает один человек говорит ну вот вы присутствует человек из зала говорит вы присутствуете при концерте на котором вам показывает значит вас обманывают это жулики люди которые выходят на сцену это подставные значит ну как бы значит исполнители и так далее не верьте в это гипноза нет гипноз это значит ну и что-то такое я рассказываю мне говорит я психану но молодой он действительно был золотой может я говорю психану я говорю идите сюда он выходит становится напротив меня поворачивается ко мне говорит ну загипнотизируй я говорю сделал из него собаку он бегал на четвереньках лаял но поскольку он бегал на коленях а в нем были замечательные брюки костюм я просил снять его брюки он снял а там говорит подштейники да такие грязные а потом он подбежал к столу поднял ногу и помочился и народ просто лежал просто хохотал да помочился и завод завод по собачьи но на следующий день меня вызывает в райком и говорит это был член партбюро по значит ну по идеологии вы говорит что с ним сделали мы ведь вас должны наказать короче говорит то что я жив остался это мне просто повезло и с меня взяли ну как бы слово что я никогда не буду заниматься гипнозом поэтому я не гипнотизирую а дедушка ой дедушка это был колдон во время первой мировой войны он был призван дедушка призван был в армию но поскольку он был не только колдун но видимо и сектант какой-то поэтому он знал что он не имеет права убивать людей поэтому он сразу попал значит в концлагерь немецкий ну убивать не мог его взяли в плен он там в концлагере жил ну и однажды у кого-то был праздник и он из воды сделал вино дедушка его вино ну все отпраздновали праздник а охрана сказала что кто принес самогон ну то что он из воды вино сделал в этом никто не верит поэтому значит ну за пьянство за значит самогон было наказание у немцев это виселица и дедушку повесили он провисел положенные там часа два после этого его вынули из петли он пошел к себе на нары лег и дальше два раза казнить за одно и то же нельзя поэтому дедушка остался жив ну понимаете вот здесь мы с Яковом пытались понять как он жив остался вот ну в дальнейшем то что Яков вытворял может быть поможет понять и это ну в конце концов Христос тоже на кресте висел и тоже он же задохнулся то есть смерть его была а потом он вроде как и ожил и так далее то есть вот этот феномен тот что называется за рубежом out of body выход из тела вот вот об этом я хотел тоже пару слов сказать то есть ну мы как-то с ним разговорились с Яковом о детстве я говорю ну вот мое детство в Москве мы там во время войны детский дом вот тоже значит кстати там я получил великолепную школу в детском доме моя школа это был не тот детский дом о котором вы представляли это был детский дом при госпитале то есть мне было 4 года и в госпитале мы дети лечили больных наших вот значит ранних рук и вот там я прошел очень большую школу школу значит когда можно было ну даже где-то вот в Китае я оживил двоих китайцев на стене на китайской стене а потом узнал что оказывается это нельзя было делать потому что если бы я их не оживил меня бы ну наказали как убийцу оказывается в Китае есть вот такая вот такое правило так что будьте осторожны в Китае не подходите к людям которые упали и умирают но я про Якова а то все о себе любимом да ну да себя не похвалишь ты сидишь как оплеванный да это можно вырезать что вы говорите выход из тела ну да 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 вот значит Яков он работал да ну сначала он рассказал о своем детстве я говорю вот мы детстве и так далее у нас вроде было похоже у меня значит военное послевоенное детство у него тоже значит он говорит да у нас был такой мальчишник мальчишник у Лакава ну рядом с селом крапива была семья окна в этой крапиве протоптали дорожку вытоптали и там развлекались чем у каждого была любимая табуретка он мне нарисовал записную книжку чертежик табуретки обычная табуретка на ней никто не сидел на табуретке это была табуретка на которую ребятишки клали руку клали руки человек пять-шесть руки на табуретку клали и один из них вызывал своего духа своего духа вот и начинал с ним разговаривать разговаривался конечно не так расскажи о себе а в донетном режиме то есть табуретка либо танцевала либо стояла на месте и когда она танцевала это означало да а когда стояла на месте означало нет но на табуретки мы не играли но на 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 маятнике когда берешь маятник составляешь руку снизу и маятник крутится в какую-то сторону это означает да выбираешь руку и можешь задавать любые вопросы кому угодно вот этому он меня учил яков вот в этом мальчишнике когда их было очень набиралось много то обязательно появлялся кто-нибудь который начинал им значит ну вредить вот и тогда раздавался голос голос ну как бы с небес или вот кто-то яков мне говорил ты железняк железняк сделай так чтобы это можно было делать не руками а чтобы это можно было делать железом он все время говорил ты железняк сделай железом он рассказал как на свадьбе в этой самой диканьке как-то и дедушку перевели забыли пригласить на свадьбу ну там на свадьбу все идут никого не приглашает но он обиделся его не пригласили ну вот ну из церкви едут молодые и вдруг лошади останавливаются вот все видят лошади не бегут дальше стоят оказывается на земле проведена черта и в кустах сидит этот самый дедушки и ну сидит он может сидеть где угодно и лошади не могут пройти через эту черту обиделся дедушка что его на свадьбу не пригласили ну пришлось пригласить его пригласили те приехали сели но дедушка все еще сердитый сердитый за то что его не пригласили и толкают соседа говорит так что это корова делает на крыше все смотрят дольная корова хозяйская дольная корова на крыше пытается копытами как-то не упасть но страшное дело корова дольная понимаете но мужики кто с баграми кто значит шестами кто с ремнями лезут на крышу корову спасать ну когда на крышу набилось народного она толкает соседа и говорит что они на крыше делать все смотрят на крыше нет коров нет коров там только ползают эти самые с баграми и ищут корову который куда-то пропал очень повеселились 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 из бочек с дождевой водой сделал вино все были радостные пили это и рассказывал мне яков яковлевич ну про своего дедушка я спросил слушай ну ты лошадь остановил а танк мог бы остановить он говорит не знаю танков не было на свадьбе не знаю может быть и остановил бы но не я дедушка ну про дедушку ладно про его родители ладно про него про якова но он работал в институте проблем управления это институт и сейчас есть да но там были иностранцы поэтому выделили институт потом самостоятельный институт физико-технических проблем вот не всегда был на работе иногда приходил рассказывал что он работал в больнице работал в больнице в основном ну как психотерапевт или как психотерапевт у него он был кандидат наук медицинских по его диссертации значит его диссертация была о медицинском голодании ну раз он написал диссертацию голодания мы были коллеги то я проголодал свои положенные там 15-20 дней под его руководством знаете блестящая штука из меня вылетели все болезни которые были ну правда я мог спину чесать вот так вот но зато сделано было все очень правильно вот так вот он в больнице в больнице обслуживал в основном отделение где были ну смертельно больные люди старые или просто больные как он их лечил он рассказывал он вынимал душу из человека и показывал человеку как хорошо жить потом после смерти и человек который ну как бы оценивал уже мир не из тела а напрямую ну был настолько в восторге от того как это здорово как это прекрасно что он либо на следующий день радостно умирал либо выздоровел потому что он ничего не боялся однажды он пришел на работу злой какой-то я его дергаю в чем дело значит ну в институте правоуправления такие фойе хорошие были где можно было пообщаться вот на подоконнике ну он расколоться и говорит да я скажу утром рано ко мне входят два ну в гражданском но явно с военной выборовкой и говорит одевайся поехали он говорит куда поехали не ну мне вещи собрать поехали ну он не называл фамилии но ясно было что вы привезли к брежневу из его дальнейшего описания оказывается какой-то врач какой-то прыщ нашел на щеке у него и ему сказали что это на нервной почке и меня привезли туда как как я не знаю как вещь я рассказываю я психанул психанул опять психанул там уже не надо психовать еду к нему руку протягиваю и кричу спать и после этого он брежнев сидит на стуле как говорит как пластилинами а я руку одну так ногу такую а они в дверь выглядывают все говорят смотрите смотрите тихо ну у него была прядь вот здесь вот на голове седает прядь у Якова я спрашиваю это что такое а это ну расскажи расскажи когда мне было 15 лет мой дед сказал ну ты уже взрослый ну дети в 15 лет особенно в Украине особенно раньше без этого интернета и так далее уже были действительно взрослые и он сказал тут у нас сосед умер колдун вот поэтому его похоронили не рядом с церковью поскольку он колдун на стороне поэтому ничего страшного пойдет выбрали дом пустой тогда много было пустых потому что то красный то зеленый то петлювый то белый вот не все люди были у себя дома вот мы пошли на кладбище выкопали этого значит вот голдуна которого закопали да дед сказал ты пойдешь на кладбище я рассказал что делать и Яков уже это рассказывает не мы пошли а он пошел я говорит пошел и когда выкопал его мне стало страшно 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 я вернулся домой тихо лег утром меня день будет что вы не сделала не сделала ну значит будешь как закрывается мне осталось пять минут значит сам будешь как мертвый жить будешь среди мертвых иди я ведь на следующий день пошел вытряхнул его из гроба гроб притащил встал в гробу он мне сказал что самое главное не вылезай из гроба до петуху а дальше примерно как у Гоголя Ви описание примерно такое же он говорит я стоял в гробу а вот этот покойник ну его дух что ли или что стучался жалобно говорил пусти меня в мой дом а ему дед сказал если пустишь он тебе вытряхнет из твоего тела и будет жить там а ты будешь болтаться вместо него утром я говорит когда петухи пропели то есть утро встало мы тоже и это изучали что это такое мы изучали очень многие вещи я рассказываю про якова на самом деле мы все эти феномены я могу не рассказать уже можно сказать с научной точки зрения потому что у нас была такая работа мы должны были объяснить понять все вплоть до вот жизнь после жизни и когда он пришел домой у него была седая прядь он от страха посидел ему было 15 лет якова дед был доволен он говорит теперь ты будешь нормальным человеком после этого после этого он смог так же как и дед ну грубо говоря вынимать души из тела как он это делал я не знаю но однажды однажды он мне сказал пойдем я тебе ну должен показать что это то что ты просил какая-то из сотрудниц в нашей работы попросила чтобы он вылечил от алкоголизма ее мужа но обычно он это делал у себя дома но поскольку работница привела алкоголика на работу то начальник освободил кабинет и мы туда пошли вот втрою вот я первый раз видел вот эти вещи и для меня это было можно сказать тоже потрясение сидит на столе невзрачный мужичишка алкоголик он протягивает пальцы такие как ксарды и говорит лови мой взгляд лови лови поймал то дубу все что все подходит к нему руки ноги он пластилинный после этого на ту душу посылает значит куда-то летать ну мы не видим но сидящий напротив ну яков как-то это знает видимо это не первый обряд был потому что он говорил как все равно подписано тебе говорит хорошо да хорошо ты хорошо летаешь да хорошо это от того что ты не пьешь ты не пьешь ты не пьяный говорит душу вылечить от пьянства можно а лечить человека колыть и всякой химии я цитирую это просто издевательство над телом над телом где живет душа душа лечить надо душу потому что она но не права она должна значит вести себя правильно а тело то тут причем дальше дальше были путешествия он где-то там за водопадом где-то еще последнее место куда душа да она нырнула под воду и человек сидящий напротив стал захлебываться яков хватает меня за руку и говорит видишь он захлебывается душа захлебывается почему потому что это не кино потому что она действительно там под водой сейчас плавает вот мы говорит можем узнать на словах где она но ты железняк сделай мне так чтобы я мог это видеть вот мы сейчас только слышим о том что происходит сделай так чтобы мы могли это видеть мы и это изучали и мы знаем как сделать так чтобы можно было замечательно на этом мы останавливаем сегодняшнюю встречу но она только начало больших наших разговоров вот об этой теме потому что действительно очень немного людей вы знаете когда вылезаешь вот в эту магию мистики то обязательно либо кто-то прерывает либо значит телефон разряжается либо я что-то делаю то есть мистика она себя защищает обязательно спасибо огромное да и единственное что нужно сказать что вот эта тема магия личности в разных вариантах она оказалась очень интересной она привела сюда замечательно интересных людей и поэтому мы вот посоветовались и решили что мы ее через несколько месяцев будем повторять вот как некоторую такую серию встреч посвященных исследованию ликов личности открытию нового неизведанного что нам всем очень интересно спасибо вам за внимание спасибо вам за внимание